Локальная запись, если там не успеет аспирант включить ретрансляцию на ютуб Ла Лайт против Муна, это матч за третье место на лиге Африка ТВ Грусть есть небольшая в моем голосе, конечно же, потому что вспоминаем мы вчерашние матчи Вспоминаем матчи и Ла Лайта против Калорфула, и Муна против 120-го И, конечно, если бы у них все было идеально, если бы они играли без ошибок То здесь бы они, естественно, не оказались Но ошибки были досадные, такие глобальные, можно сказать В решающих, причем, играх особенно Ну жалко, жалко Луналикова, он вечно не первый бедняга Ну сейчас посмотрим, он умеет показать мирор интересный Вот Ла Лайт сразу ставит две потмы Ох! Вот это не очень сильно похоже на классический мирор То есть это очень похоже, наоборот, на классический мирор, на самом деле Только другого года игры Когда-то Патма и Масхантресы доминировали полностью просто в мэтчапе Особенно на картах типа Lost Temple или Twisted Meadows Где есть где развернуться, где есть фонтаны Слишком много энтузиазма для очередного мирора Но это не тот мирор, который был с Colorful'ом и Лавлиетом Тут видишь уже сразу какие-то особые темы пошли Старые Патма через Арчу Надо бы найти задачу этой Арче Потому что, с одной стороны, она действительно нужна даже, если ты играешь через Патму Первое различие, одна идет в стрелку, другая в арбу В смысле, в ауру Я, конечно, больше доверяю Патме, который идет через ауру Объясню, почему А, нет, не объясню вам, почему Все правильно он делает Он просто делает для темпа Короче, если вы не получаете сразу второй уровень То в большинстве случаев, если вы играете через Патму Надежней, просто надежней Играть без стрелки То есть, с одной стороны, вы проигрываете дуэли Ну, типа, вот Встречаются две Патмы, да? У одной стрелки, у другой аура И они начинают перестреливаться друг с дружкой Естественно, та, которая со стрелкой, учитывая плюс 10 Она побеждает Но никто вам особо не мешает Ну, кроме там заранее выведенных виспов Но это серьезный уже такой уровень Отступить назад и подлечиться И Патма, которая потратила ману Она будет, конечно, страдать значительно сильнее Потому что она выпьет большее количество маны в лунных колодцах А размен по хп будет продолжаться постоянно То есть, вы всегда будете... Второй барак Хорошо Короче, надежнее, надежнее, повторюсь Начинать без стрелочки сауры Тем более, есть такие ситуации, когда И вы играете в масхантресы И противник, например, играет в масхантресы И очень долгое время При полном контакте вас с противником Вы не можете получить второй уровень А у вас уже как бы нормально идет лимит Там человек 5-6 И вы думаете, как бы урывком закрепить Какую-нибудь желтенькую точку, чтобы получить второй Получить ауру А противник всегда рядышком находится Ну, там, ночь Постоянная разведочка, все дела Вот, поэтому Аура надежнее Надежнее Ну, как вы видите Мун, получив второй уровень Прокачал стрелку Ее использовал Главным образом На... Ну, в перестрелке с лалайтом С другой стороны Если вы можете контролить Типа расход маны Или у вас, если есть предметы На регенерацию Вдруг выпал То, конечно, стрелку имеет смысл Почаще включать Так, иллюзия будет Второй барак Пытается выманить на барак Но это абсолютно Абсолютно Никак не получится Привет, чел Говорит Войтсан Войтсан Привет Чел Прикольно Так, а у лалай Это что у нас? Там Т2, да, пошел? Т2, один барак Мун, как вы видите Использует второй барак Использует второй барак Тоже для криппинга Хорошее место И подстроил Там одну-две хантрески С одной стороны И... Ой, запрыгивает Как раз Не помню, как их зовут Кускара, короче Со средней броней И поэтому убивает очень быстро Хантреса, хантреса Мне почему-то кажется, что и у Муна Учитывая то, как он крипится Т2 делается И у лала это Т2 делается К сожалению, у нас нет продакшена наверху никакого Два кольца Поэтому я не знаю Ну, или внизу продакшен Неважно, короче, смысл В том, что мы не знаем, что там у кого делается Третья Патма против третьей Патмы Капитан Арктика говорит Наконец-то долбежка на котах На Патмах Ну, да, вообще это классика От которой в свое время мы Могли даже подустать Нет, Т1, смотрите-ка Т1 и баллисты Мун, ты чего Баллисты же вообще не очень уже Ну, они также хорошо убивают здание, конечно И тут баллисты Но на Т2 Ты серьезно? Какие баллисты на Т2? Что? Что? Вот этого не понял Вот бы кто-нибудь нормальный переход Фериков показал Ё-моё Войтсон говорит У тебя крутые смайлики на сайте Особенно, как тот, где тянку заж... Понятно Добро пожаловать на Good Game Сайт 18+, Ну, а так-то вообще 25+, Хантереси Хантереси контроль Все правильно, говорят комментаторы Дирижаблю, может, будет? Да, будет дирижабль Но в этом больше смысла, на самом деле Смотрите Катапульта же, все Теперь эльфийские катапульты Не те, что раньше Они не попадают по цели, которая двигается Даже если ты сделаешь апгрейд Апгрейд дает, кажется, чуть повыше сплэш И все Или там какой-то старый сплэш Они вернули Типа, который пробивает за цель Короче, это... Не очень Вот А раньше, вы помните Эти катапульты Хантересы бегут Каты стреляют Залп Минус код Ну, ничего не попадают они Такое впечатление, что Мун с Лалайтом просто кастомки катали Опять Апгрейд А там уже пошел дропчик Пропускает его сейчас Лалай И это проблема Что уже залет идет Сейчас они могут встретиться Не встречаются Разминулись Возвращается Лалай Как будто заметил на самом деле Нет, он просто пьет Тут катапульты Сам дропает Оп Урона не получил Здесь перебивает Ну, Ancient of Wind Тут для того, чтобы Прекратить эту Эту тему А представляете Один играет Вот в такую тему Ancient of Wind пошел А другой играет Фериков Оп И все Прямая контра Минус баллисты Минус дирижабль Как тебе три эльфа в топ 4 А? А? Привет, Хавка Да, инфи и тяш не принимали участие в этом турнире Поэтому Поэтому, конечно Непонятно, к чему твое замечание Знаешь, там На турнире 8 орков И, например И по статистике Сто процентов Этой расы Вышла в четвертьфинала Потом в полуфинал А потом выиграл Кто? Орк Совпадение? Не думаю Ancient of Wind делает Мун Тоже у него Т2 гораздо позже Ну, идет переход Они поняли, что Ну, такой взаимный харас Ай-яй-яй Катапульта никак Ай-яй-яй Для примера Войту скил Ну, например Ну И не орк И не 8 И не на этом турнире Фэ фантазия Ну, не было двух топовых хуменов на этом турнире В принципе Нужно бы, говорит, признать, что эльфа имба и все Так это Давным-давно уже известно Эльфы Самая Самая Классная Раса Имбовая, если хочешь Хумены твои? Не очень Как не было, был я, говорит Хав Блин, точно Напомнил Напомнил Ну, Хавк играл с Муном Мун захарасил Всю игру Леса не осталось Грейда не сделать Так, а сейчас смотрите Мун-то На самом деле Очень быстро разбирается С Мунвеллами-то А, вы посмотрите Вы посмотрите Тайминэ, тайминэ Уже врывается Минусит катапульты, короче говоря Но катапульты, на самом деле Муновские неплохо Разменялись Они убили Два, то и три Мунвелла Убили Нет, два Мунвелла Все убили Убили при помощи Котов, естественно А сейчас Котапа потеряет Не убежал Ничего себе Несколько виспов еще И сейчас можно Так, более-менее спокойно Переходить что-нибудь Антикотовое Антикотовое Это, ну, например Арчи с дальностью Или Граунд атака Ой, добил еще Красиво Мунконтролит Вау Контроль Контроль Пошли Арчи Гиппогриф До магазина Буду бежать Что-то все плохо Улалайта на базе Он устанавливает Мунвеллы Деньги есть А возможности Построиться нет Второй играет На атаку Уже вторая Аура есть Почти третья Светок лечения Даже на руках Мне очень нравится Конечно Вельфийский Мирор Очень нравится Харконан Это временная штука Там что-то Ютуб поменял И аспирант сказал Что если не запустится Он стартанет позже Я ему написал Что не стартануло Вижу, что он появился онлайн Но если что Я локальные записи делаю Поэтому Два свитка лечения Правильно сделал Что зашел за вторым Арчам Арчам Свитки лечения Очень нужны Еще можно было Конечно Здесь взять Еще один дирижабль Ну потому что О, свиток лечения Хорошо Ну пора выходить Лалайту У него где-то есть Ну максимум минута Максимум Пока он там будет контролить Болист своих Пытаться От арчей Это дело Вообще Сложное На самом деле Арчи там Со второй С третьей Аурой Со второй Атакой С барак убьет Потому что Арчами Идти В Еще один Свиток Можно будет Сейчас юзнуть Красиво Да, молодец Арчами Пофокусить Хантресок 50 лимита Хантресо Второй уровень Алхимик Ну держится пока Но это так Это Пока жива Патма Идвиг Катапульт Это ненадолго Барак Правда Выстоял Видите как Нехорошо Смотрите какие Плюхи от Патмы Прилетают Вообще Дикие Дикие Но, тем не менее, если есть дирижабль, то можно катапульты использовать в качестве такого инструмента для харасса и для пробивания вражеской базы. То есть они уже не являются контроль к котам непосредственно, потому что настолько хорошие. Понятное дело, что катапульты наносят много урона по Нарморт, как и любой Сидж. Но маневренные коты теперь могут уворачиваться от выстрелов, от Глев. Вот. Попробуй, если есть. Попробуй. 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 Я считаю, что Ютуба наградил со студией снова. Тыкаться, разбираться я сейчас не хочу. Аспиранты, если не получится, то потом зальем просто записи на Ютубчик и все. Он сейчас будет продолжать пробовать, но что-то не стартует. Увы. 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 Вчера так с ТГВ с Соником играли. ТГВ был недоволен, впрочем, как всегда. ТГВ ворчун. Это понятно. Блин, как же мне научиться... О, хороший, хороший криппинг стартует. Там у Муна Демон Хантер, а у Ла-Ла это Патма. Второй раз триггерит Лайтнинг Щелд. Гравди, здравствуй. Барак еле живет, но вроде как справляется. Близко, но справляется. В конце концов, все равно всегда можно сделать ретаргет. Отправить Барак атаковать Троля, например. Слева, чтобы он по нему никак не достал в ближайшее время. О, и сразу экспант. Это очень хорошая реакция. Мне очень нравится такая реакция против Демон Хантера. То есть Патма это как раз... Как бы это правильно сказать там... Это преимущество по... По всем параметрам на начальной стадии игры. То есть у вас появляется герой, который... Ну, маневренный, рейнджовый, как правило, в связке с котами, которые тоже маневренный, полурейнджовый. Очень мобильный. Очень мобильный. И Демон Хантер с арчами, он может воевать, нормально может воевать. Только с начала Т2, когда появляется дальность у арчей, когда появляется второй герой. И... Ну, как-то так. Ну, и, конечно же, дальше тоже идет преимущество. Если вы остаетесь с котами, не дай бог, на Т1, а эльф второй через Демон Хантера идет дальше в Т3, со всякими там арбами, медведями, рыками и прочим, то, конечно, вы своими котами зальете. Если, конечно, не воспользуетесь преимуществом на начальной стадии и не воткнете экспант. Но Мун тоже ставит эксп, ответный, после разведки. Так что тут... Ну, тут гораздо, конечно, глубже, чем я пытаюсь объяснить, потому что они... Вот эти вот базовые все штуки, у кого что и как, и что нужно делать, уже отработали. И сейчас, например, экспант, который ставит Мун, он не... не является, как бы это сказать, обоснованным. Он является таким полухалявным ответным, исходя из того, что он не может ничего противопоставить вражескому экспу. То есть Лолайт может прийти, может его отменить, потому что он поставлен был позже, потому что... Ну, кстати, не... Стоит отметить, что Лолайт не в чистых антрес играет. Так, будет хорошо сейчас... Мурлоков. Причем добивает именно Мурлоки. Добивает. Слушайте, а здесь очень много всего потерял Лолайт. Тролля, Арчу. Какое-то количество здоровья. Патмой. Посмотрите, Патма терпит. Да, все-таки... И продолжает, знаете, Лолайт продолжает делать Арчей. То есть это Патма, которая идет, возможно, даже в Т2 с Арчами. Не, это хорошо, это тоже можно. Можно так играть, конечно же. Иногда даже нужно. Она прекрасно сочетается с Арчами. Не хватает ему ДПСа явно для того, чтобы отменить эту базу. Чуть-чуть. А Димка с ботинками, видимо, да? Да, Димка с ботинками, получается. И Нага выходит у Муна уже. Вынужден телепорт сжать. У Муна в целом, кроме того, что был отменен экспанд, все очень хорошо, потому что, во-первых, он не сильно по времени страдает из-за... А, да, здесь все-таки две лорницы. То, что два. Во-вторых, он много всего подрезал и очень много маны потратил. Короче, сейчас даже может Мун не дать экспанду нормально работать. То есть, отменять прикопанную шахту. У него раньше второй герой. У него сохранены тролли. И он не так сильно... Да он не отстает, по сути, по Т2. Отменил разок шахту. Подрезает Нагу. Дима здесь смотрится гораздо более уверенным, потому что нет никакого масса у Лалайта. То есть, он... По сути, не... Дима хорош, как Соленова, герой. То есть, абсолютно автономен. Подмажи чувствует себя значительно лучше, когда вокруг армия есть хорошая. То есть, она работает за счет ауры именно по... С каким-то лимитом эффективно. Вот. А когда ты отдаешь юнитов при этом еще, не набирается какая-то масса. Ты сейчас... У Лалайта 36 лимитов, понимаете? Как Патма здесь может раскрыться? Никак. Поэтому я вообще не вижу, каким Макаром он... здесь может отбиться. Разве что за счет того, что Дима сейчас далеко. Но Дима на персоналке быстро возвращается из дома. Уже такой здоровый. Кидается сразу в Нагу. В Лалайтовскую. Нага вообще никак не уходит, если там стаффа нет. И в результате Дима тут вообще неудержим. Видит первых дряд. Мун спокойно отконтроливает. Нага спасает Арчо от кота, замедляя ее. Очень поздно и лорнится у Муна. Но видимо это из-за того, что он потратил просто... много денег на наемников. Там тролль, огур, солдат был. Экспанды работают. Ну, в целом, мне кажется... Хотя, вот сейчас есть небольшая пауза, когда Лалайт может наверстать... Не то чтобы наверстать упущенные, но это стандартная тема, о которой много-много говорили. Она особенно актуальна, когда есть еще дополнительная база. То есть представьте, у вас там... Один человек, у которого там 30 лимитов, другого человека после размена 40 лимитов. То есть Лалайт позади оказывается. Но учитывая то, что у них у обоих инком 200%, они эти 50 лимита накопят за полторы минуты... Ну, то есть даже меньше, чем за полторы минуты. То есть нивелировать разницу в лимите очень просто. Особенно, когда есть экспанд. Поэтому Лалайту выгодно сейчас то, что ослаблено давление, что у него есть немного свободного времени, чтобы отстроиться и догнать, сократить разницу по лимиту между ним и Муном. Тем более, что у него есть аура, и ему очень выгодно как раз, чтобы его было больше. Привет, Свен. Арчи против Дриад. По сути, прямая контра. Если бы не фактор героев. Димка добил 4-й уровень, получил иллюзии есть. Здесь нельзя, 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 нельзя оставаться Лалайту. Арчи просто уничтожают Дриад. Здесь нельзя так делать. Я даже не знаю, какой сейчас переход, кроме МГ, придумать. Но МГ крайне невыгодны. Спот мой. Не, похоже, просто чисто по миксу сейчас выиграет Мун. Арчи с дальностью, они уничтожают Дриад. Это... Энтман, здравствуй, Вепероныч, приветствую. Ну ладно, РНД, я в курсе. Уже говорили неоднократно по поводу Ютуба сегодня. Там новый... Нет у меня возможности сейчас его запустить. Пожалуйста, не донимайте. Аспирант занимается, пытается это сделать. Но мы только от игры отвлекаемся. Ай-яй-яй-яй. Отвлекает это очень сильно, к сожалению. Медведи появляются. У Муна уже Т3. Здесь тоже Т3, но похоже... Патме вообще не очень выгоден Т3, в принципе. Именно поэтому, если вы играете в Патму, вы либо остаетесь... Ну, на Т1, либо на Т2. На Т1 вас устраивают только хантресы. На Т2 вас устраивают арчи, потому что на Т2 появляется грейд на дальность. Их дрядки. Все. И больше... Больше ничего. То есть, все, что есть на Т3, кроме химера. А химера это маловероятное такое развитие событий в миру эльфийском. Бывает, но на профессиональном уровне крайне редко. Это вотчина, в общем, Демон Хантера. Т3 это... Это его тир, так скажем. Риджувы, арбы, милишные медведи. И золото в минуту с одной базой 600 добывается. Это к тому, что за минуту можно отстроить с двух баз. Спокойно получается. 20 лимитов. Ну, на самом деле, где-то 15, учитывая то, что ты должен еще потратиться на виспов, там, потратиться на мунувел, чтобы обкип был. Возможно, если ты делаешь каких-то юнитов технологичных на апгрейды. Но в целом вот сократить эту разницу в 10 лимитов между упомянутыми 30 и 40 до этого с двух баз. Просто минута. Минута времени. Сегодня еще плей-офф Дримхак с Фогичем и Хапачом. Да, я слышал. Надеюсь, удастся это посмотреть, постримить. Посмотрим. Какая там стадия, во сколько они начинают. Еще же стихо в гостях у нас. Фален, подчеркивание, темплар, поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Миша, утречка. Хорошего стрима. Всех целую через костюм химзащиты. Минус. Фален, темплар. Пугаешь, пугаешь. Ла-Ла, он значительно хуже понимает происходящее, чем мун, мне так кажется. Ну, потому что он не стал бы играть в МГ, зная, что там медведи. Я понимаю, что у него выбора не так много, но он сам же через Патмой решил сыграть. Короче, вырубают экспант, но мун специально пошел на этот размен, потому что знает, что не будет дальше меняться ла-лай. Ла-лай должен вообще влево телепортироваться далеко, да. Пытаться дождаться, дожидаться в физрезистов на маунтан джаинтов. Не лезть, вот они доделываются. И даже с физрезистами медведи с парочкой грейдов на атаку. А я думаю, что у Муна есть уже как минимум один грейд. Если бы еще оп стыкал нормально, блин, по юнитам и показывал нам состояние, было бы вообще прекрасно. Но там на мышке сидит какой-то Нубасий, и вот. Еще мун попутно застраивает справа, но в этом нет особо большого смысла, потому что на данном этапе медведь, который стоит как протектор, наносит. Пользовать него, короче, столько же, как от протектора. Это скорее просто некая психологическая штука, чисто там может подрядом пострелять. Ну хотя да, протектор по некоторым юнитам больше урона наносит, и стабильнее. То есть медведи бегают, вынуждены сражаться. Ну Лалай тут проиграл, это 2-0. Простите, что я опять убиваю интригу, но это... Это очень странное исполнение, короче, от Лалай там. Очень странное. Пошли таунты. Димку фокусят, Димку вообще никакой. Ну у нее есть персоналка, есть стафф, соответственно, у Наги. Смотрите, как разваливаются эти... Нагу фокусят, Нага отступает. Диму фокусят, стафф. Сейчас тык-тык-тык, персональный на медведя на какого-нибудь. На траля, нашел на кого телепортироваться, прикиньте. Можно было отстрелить его, но это не важно. Падает МГ. 54 лимита, правда, у Муна. Всего лишь. А было где-то 60-70. Хотя нет. Было 60 ровно. Не сильно больше. А там стафф не на КД. Медведи очень много бегали просто так. Протекторы работают. Медведи кидаются на мэн, серьезно. Да, протектор помогает, безусловно. Справляться с дриадами. Дима вынужден, видимо, пешком бежать. Хотя, возможно, он дождется персоналки. Она явно у него была не готова сразу. Форкет, шикарный минус Нага, минус... Здесь тоже минус Нага, скорее всего, будет. Хотя... Сам ее убил медведями. Такой суровый Мун, вы видели? Трое медведей с Огром злобно посмотрели на Потму. И типа, нет, нет. Так не доставайся же ты никому. И сожрали ее прям там. А у них урона там по сравнению с Потмой, которая без стрелки пыталась ворваться. Огромное количество. Что было в первой игре? Потмах Антреса, выход в катапульты. Ну, стандарты, короче, старые. Випс еще помнит этот старый стандарт. Что тоже играл в 2005-2006. Врывается уже на мэйн. Довольно агрессивно, но... Лечерус поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает море, солнце, жара, отпуск. Но мы выбираем Михаила и качественный варик. Спасибо за варчрафт и отличные эмоции. Чемандер. Спасибо большое. Минус. Минус. Спасибо большое тебе за добрые слова. Хорошо отдохнуть тебе. На самом деле, на отпуске, как правило, масса, блин, свободного времени. Особенно, если вы небольшой любитель каких-нибудь экскурсий или... Короче, ты либо читаешь, либо играешь, либо смотришь стримчики. Ну, параллельно с... Попиванием там коктейлей каких-нибудь или загоранием. Потому что... Ну, реально скучно бывает. Но это нужно для разгрузки, для... Для очистки. Потому что очень много привычек. Очень много бывает каких-нибудь рутинных задач. Надо переключаться, переосмысливать. Вот. Поэтому... Мы чаще как раз... Берем 2-3 книжки каждый и... Их вычитываем. И в перерывах в Kings Bounty еще играем на... На отдыхе. Ну, когда последние 2-3 было. Ну, здесь уже ничего такого. Я понимаю, что идет сражение, но это Агония называется. Агония. Но справедливости ради стоит сказать, что Лалайт старается. Старается. Да, ГГ. Спасибо, говорит Лисерус. Да, я в море часа по 4 в день отмокаю. Это основное занятие на отдыхе. Ну, море это... Это классно. Поражает масштабами своими. Я тебя постоянно в командировках смотрю. Говорит, Мика, а что... Куда... Куда тебя... Командируют... 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 Куда командируют анимешников? Скажи. Или на работе не знаешь, что ты анимешник. Бо-5? Да-да-да-да, Бо-5. Плей-офф весь Бо-5. Когда в отпуск. В этом году не будет у нас отпуска. Хинтайград, говорит Ромео. Горы лучше, говорит Финнист. Наверное. По этим двум играм можно... Чувствуется, короче, опыт. У Мунчанского. Что на эхо Демон Хантер доминирует. Что на карте покрупнее. Можно в Хантерсек сыграть. Что как дирижабль использовать. Но вот в первой игре, конечно, они похожи были совсем в плане стратегии. Во второй, чувствовалось, что Ла Лайт... Ну, он вроде как реагирует по игре. То есть вот он решил стартануть через Патму. Да, закрипал лагерь наемников. Хорошо. Это сделать сложнее, как бы, учитывая то, что Патма поменьше бьет, чем Демон Хантер. И реже атакует, и слабее бьет. То есть она в темпе на старте теряет. Ну, и на криппинге, на базовом это тоже сказывается. Но справился все равно. Поставил экспант, вроде как шикарно. Но после того, как Мун поставил ответный эксп... Вот в этот момент, вот в этот самый момент, произошло странное. С одной стороны, реакция логичная. Типа, если можно попробовать отменить этот экспант, надо прийти и отменить. Но! Но! За эту отмену пришлось заплатить очень высокую цену. А ты при этом играешь с Патмой. То есть тебе, в принципе, не очень выгодно кого бы то ни было вообще терять. Тебе важно крипиться до третьего. Хотя там уже был третий, кажется, уровень. И подкапливать лимит. Подкапливать лимит. Доминировать по карте. Подкапливать лимит. В Японию, конечно же, говорит Мин. Ромео говорит, правильно, я тоже считаю, что ни к чему эти риски с вирусом. Народ сломя голову, поехал на отдых и массово тащит вирус в родные края. Да, так или иначе будет какая-то вторая волна, безусловно. Ох ты, ё-моё. Вопрос только в масштабах. Но на статистике это должно отразиться, потому что сейчас многие компенсируют недостаток, ну, то, что не было отдыха и сейчас разъезжаются по всему миру. Будет очень много разнородных очагов. Ну, вроде у нас тут несколько дней назад вакцинку какую-то сделали, да? И надо посмотреть. Может быть, это как-то ситуацию... Ситуацию... Спасёт. У нас ещё первая волна не закончилась, говорит пан Порфессор. Почему не? Ну, хотя да, там... Хоть идёт на спад уже на протяжении месяца общее количество, но всё ещё... несколько тысяч... человек... болеют. На работе я скрываюсь, говорит анимешник Мика, но студенты всё равно где-то прознали мою тайну и периодически дарят всякую аниме ерунду. А-а-а... Прикольно. то есть ты профессор ни хао чати говорит это доцент про кексик новости есть да есть новости конечно же есть клипчик от тейки это самые последние новости да такая нелепая отдача была нелепейшая там чатике встретились два доцента мы с друзьями сгоняли в пензенскую область в батино охот хозяйства шашлычок пловь наказание и чел в костюме тираннозавра играющий на гитаре поющий похабные песни звучит прекрасно просто прекрасно надеюсь все у батя хорошо работает не болеет хозяйству ну что варик смотрят только умные люди горит духа странник духа странник судя по никнейму на варек но хохо уже успел там духа странник 2.0 уверенно луналики ведет умные люди анимешник перед минутой ну слушай зря ты так я конечно не анимешник но я знаю многих людей весьма весьма и весьма которые ценят аниме добрый день хорошего стрима говорит алекс хей макер говорит так это и есть второй доцент чатике ну да 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 я понял я уже я увидел между вами коннект есть ххха а дремхак смотреть не сможем правильно я понимаю говорит нет не почему у нас же есть good game мне кажется писали письма из серий нельзя Да. Слушайте, насколько я таких писем получал уже, особенно от ESL. Поэтому вопрос скорее в свободном времени, то есть «Ой, Танюшка, привет!» Говорит, «А вы цените аниме?» «Здравствуйте, хорошего дня!» «Привет!» «Привет, Танюшка!» На самом деле, я считаю, пишет Мика, что лучше пусть доценты у тебя в чате сидят анимешниками, чем в мойке с чужими руками плавают. Ё-моё. Действительно. Инженеро говорит, респект уважуха за игнор. Таких писем. Да. Это целая история, друзья, целая история. Но мы честно пытались с ESL договориться. Несколько попыток было на протяжении длительного времени, начиная со всяких там онлайновых турниров и СНГшное представительство у них некоторое время было. Но я рассказывал неоднократно самую такую яркую историю, когда была договоренность, обязательства с нашей стороны были выполнены, а со стороны ESL представителей СНГшного нет. и как бы, причем вживую мы встречались и в глаза нам рассказывал. Короче, после того, как ESL стали частью Твича, никаких трансляций на сторонние платформы, турниров ESL. Я думаю, только за большие деньги можно их увидеть. Поэтому, поэтому, good game, good emotions, надеваем на себя футболочку бобра-пирата. И поехали. Просто Вандеру дали эксклюзив, поэтому если ты начнешь стримить, он будет первым, кто побежит жаловаться. Вандер не будет жаловаться, вы что, он не такой. Будут, возможно, там даже с... Как это студия называется? Ну, собственно, которая получила право. Вандер нормальный. Ну, по крайней мере, он стримит на ГГ, мы периодически переписываемся. У него там своя аудитория на Ютубе, все нормально. Вот. Я не знаю, как он человек, конечно, и как он будет действовать в определенных ситуациях. Но я думаю, что у него нет сейчас мотивации конфликтовать как-то. Чем в итоге суд с МКЛ закончился? МКЛ? МКЛ — это меняемся к лучшему, а КХЛ — это континентальная хоккейная лига. Но там, кстати, есть неплохие новости. Дело в том, что мы подлежали бы Верховный суд, но из-за пандемии сделали это позже. Ну, потому что суды закрыты были, документы достать сложновато, поэтому вместе с жалобой нужно было подать ходатайство о изменении срока, ну, чтобы нам дали время, потому что все сроки просрочены. И где-то дня четыре назад появилась запись на Мосгорсуде, ой, не на Мосгорсуде, хрен с ним, на Верховном суде, что запросили они данные из Мосгорсуда, то есть, насколько я понимаю, начали рассматривать нашу жалобу. То есть ее не отклонили сразу, как делают с 90% жалоб, а дали ход к делу. Поэтому Яндек написал, что это уже предварительно небольшая победа, что нас не отсекли на старте, а начали разбираться, начали рассматривать нашу жалобу в Верховном суде. Игра «Алло», — говорит Беркуток. Как мы относимся к товарищам, которые аллокуют в чатике? Как вы думаете? Беркуток. Алло! Вас не слышно. А в это время 2-0. 2-0 в пользу Муна. Мун у нас красный. На этот раз играет через Демон Хантера. Но здесь вообще, наверное, будет ДХ-ДХ. Я не обратил... Да, ДХ-ДХ. Вообще, на карте, где есть лагерь наемников, чаще предпочитают все-таки люди играть через Димку. Объяснение очень простое. Во-первых, как правило, ты его без проблем крепишь и получаешь второй. Во-вторых, у тебя есть под боком всегда персинговые тролли, которые могут помочь в случае чего против Хантрес. То есть, если человек у вас олынет с двух бараков, играя в Хантрес, а у вас один барак Арчи и делается играть на Т2, и в определенный момент вы понимаете, ёп, РСТ, там же вон второй барак я нашел, или вижу, что там 5 котов к тебе уже бежит. Вот. И тебе срочно нужно достроить Арчи. Ты, конечно, Арчи строишь, но они строятся с одного барака, медленно. Ты тут, хоп, покупаешь тролля, который, по сути, как две Арчи. Ну, по ХП, по урону приблизительно так он и есть. И всё, и отбиваться значительно проще становится. Димки хорошо затарены, две серклетки когти. Это причем лалайтовский Дима, и я не смотрел, что у Муна. Громли, говорит... Громли 85, ему, кстати, 35 лет в этом году. Вива, по жизненному диктатору Миша, пусть виноград никогда не пожрет тля на его бахчи. Бахчи у меня пока своей нет, но чувствую, по наследству, если что, перейдет от отца. Он там такое хозяйство, блин, оставляет. Ё-моё, как это поднимать потом всё? Точнее, не поднимать, а... Хотя бы захалдить это всё. Там пчёлы, виноград, 30, блин, соток. Поехали. Виноград на бахче. Какой виноград спрашивает на бахче Мика? Я, кстати, не знаю точное значение слова бахча, и просто транслировал то, что сказал товарищ участник. Никаких предъяв, я просто... О, Кипер второй. Кипер и Нага, довольно стандартное развитие в медведей. Мас, бахчи и Димка. Неплохо. Ла-Лайт как-то поагрессивнее смотрится. Нага терпит. От Кипера. Как же не хватает, блин. Магаза под этого нейтрального героя. Как же не хватает. Дорезает. Мун первым получает третий. Уровень Димкин. Это за счёт убитой Наги. Хороший Бёрн на 47. Прям тютелька в тютельку пока что. Не было маны у Муны на свой Бёрн. Ну и выход в Т3. Принципиальная разница между Нагой и Козлом в Лайте. Ну, в смысле, на самом деле, это очень похоже, несмотря на внешние различия. Это очень похожие герои. С одной стороны, Нага, которая стабильно наносит урон, стреляя издалека, периодически кидая форкеты и ослабляя Демон Хантера, если хватает у вас контроля, тыкать на него стрелочкой. С другой стороны, Козёл, который даже местами поопаснее на старте, особенно, когда Димкин нет третьего. То есть, он не может так быстро Козла лишить маны. И вот может произойти следующее. Не просто замедление, а прикопка на 2-3 секунды и убийство Наги довольно быстрое. Вот. А в Лайте у Кипера Аура и, соответственно, он он в хороших лимитах Нагу-то по дамагу обгоняет. То есть, если у вас будет 80 лимитов медведей с грейдами, как же красиво тут отрезает и получает ауру. Лолайт получает Тауреновскую ауру. У него два героя, три юнита, и он этого Огра так классно зажал. Вы видели? Там в спотфайндинге были проблемы Огра. Просто Лолайт перекрыл возможность Огру вернуться домой. Тот не сообразил, как это лучше сделать. И даже ни по кому не атаковал некоторое время. У Козла самая профитная ульта, у Наги нет. Но это довольно редко. То есть, я не знаю, какой процент игр доходит до ульты Козла. Особенно на про-уровне у нас за это время, ну, на турнире только один раз, кажется, Козел до 6-го докачался. И не помню, успел он использовать ультур или нет. Графт подчеркивания Д поддержал ваш канал на 250 рублей и сообщает Контурову. Контурову. Но Нага тоже может ультануть и в бою законтрить и Козла, собственно, и даже там Медведя немножко выключить из боя. Тру-шот Аура выпадает Лолайтум. Ну, уже, конечно, не самое полезное. Здесь нужна Аура Паладина тебе, по сути. Извините. Айга, решаем этот вопрос. Пока нет. Но запись делается. 11 армора у Демон Хантера. Пошли апгрейды. Так, а мне казалось, что Мун все-таки на красную точку влево ушел. Он ее... Он там выбил артефакт какой-то вообще? Крепил ее или нет? Я не вижу просто... А, там когти, наверное, плюс 12 ему выпали. Там плюс 20 урона. Не знаю, это было по... Оба артефакта Ула-Лайт? Как это оба? Оба забрал. Также отвел второго огру. Понял. Кипер делает телепорт. Слушайте, да, тут Ла-Лайт, конечно, сильно впереди. Айтем... А, там 4-4. Я только сейчас увидел шлемак у него в инвентаре. Ну, ауры, на самом деле, у него не такие хорошие. То есть, да, маневренность. Трушот, который был продан. То есть, все-таки, там урона немного появилось, получилось. Убивает Арчу, опять же, для того, чтобы в лимите сидеть. Кольцо плюс 4. Очень бронированные демон хантера. Что там выпало? Book of Dead. Эх! На карте скоро не останется нейтралов. Хилвард использует, чтобы... А, фейковый дирижабль полетел. А это уже не фейковый дирижабль. Нэйча Блэйсинг очень по хорошему таймингу. Ну, как бы сейчас не пришлось Муну телепортироваться, а ему придется телепортироваться. Я не знаю, в чем смысл этого дирижабля. Если ты пустой дирижабль ведешь, то надо его показывать. Иначе, ну, ты прилетишь, дропнуть не сможешь, и противник сразу поймет, что, как бы, что-то здесь не то. Телепорт пошел тут же. От Муна. Форки, вот, минус виспы. Огромное количество виспов. Да ладно, что, минус мейн, может быть? Да вы что? Да будет минус мейн. Настолько просто. Потерял пару медведей на этом. Все, Муна фактически одна. Я не понял этого дирижабля от Муны. Честно, не понял. То есть он берет дирижабль и... И едет просто в атаку. Им. Пустым. То есть, если бы он пролетел специально мимо армии, так типа показал, что он летит в ту сторону, возможно, Ла Лайт бы не... Ну, ему пришлось бы вернуться, чтобы не тратить телепорт. А так получается... Да, сейчас Ла Лайт выигрывает где-то две с половиной тысячи... Блин, золота. Это такое... Такая сумма крупная. Козел крепится, его можно шугануть. Ну, куда Дрятка стреляет? Ой, Ла Лайт, конечно, не очень такой. Дрятка вышла, стрелянула просто вообще не туда. Он ее не доконтролил. А, вот сейчас стрелянула куда надо. Может быть, Сауры даже, если подблочить, удастся догнать. Он там навстречу уже бежит, насколько я вижу, Демон Хантер, так что... Козелла спокойно спасут. А, у него нет телепорта. Надо выкладывать, передавать. Проблема в другом. Проблема в том, что для того, чтобы восстановить тебе базу, тебе нужно потратить три минуты, чтобы вырастить дерево. И еще минуту на прикопку шахта. Так, я не уверен по поводу трех минут. Мне казалось, что 175-180 секунд она строится. Сейчас посмотрим. Нет, две минуты она строится. Плюс шахта три. Ну, короче, 1800 он потеряет. Сиди на лимите 50, если лалайт будет сидеть на лимите 50. Вообще, знаете, что надо делать в такой ситуации нетипичной? Лалайту, любому эльфу, который оказался в такой ситуации, сразу после этого, сразу после того, как ты убил мейн противнику, ставишь как минимум один экспанд. Просто вот. Потому что ты, с одной стороны, сидишь на лимите 50, он убить его никак не может, кроме как, ну, там, на халявку, то есть он в лоб не пойдет на тебя идти, ну, сражаться. И у тебя как раз есть ровно то же самое время, что у него, для того, чтобы построить эксп. Идеальная просто ситуация для того, чтобы втыкнуть экспанд. А может быть, даже два. Класс. Что-то я раньше об этом не подумал. То есть разминчик? Контратаку, конечно, ну, кто-то может пойти в контратаку, особенно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Битва! Битва! Ла-лайт! Телепорт есть у него? Есть липорт? Не, там нормально все. Да I'm the doctor, привет Блин, хорошая идея с этим экспандером Прям идеальная Ситуация, чтобы поставить Эксп, нелогичная, потому что Противник может пойти на тебя С атакой, но В этой ситуации, в которой он оказался У него не было серьезного преимущества по лимиту А штурмовать вражескую базу, где деревья Мунвеллы, магазины, это Суицид Поэтому, да Хорошая идея, хоть сейчас На ладерах иди проверяй, говорит Гравди Да я так Соколу завидую Он может играть и не подгорать Вчера Тодда выиграл Прям красиво Катает, контролит, старается Мунжи сразу побеждал героями Проявлять экспы, армию оставил на базе Ну, надо, надо Все равно Пытаться делать разведку Пытаться этих героев перехватывать Он скорее даже не экспанды Побежал проверять, мне кажется А проверять, кто на карте остался Где можно денег заработать, подкрепиться Зато тот подгорел как надо Да, я даже выключил стрим Сокола Звук убрал Пошел Тодда смотреть, чтобы послушать Как он горит Проигрывая Соколику нашему Сокол же его уже шатал Тодд обвинил его в мапхаке Точнее, в стрим-снуупинге При этом Сокол в прошлый раз просто Сам стримил даже То есть А когда Сокол пришел, типа Привет, это Сокол Ну, он уже тоже на про-уровне Когда тот играл с ним Тот его забанил в чатике Это было классно Поэтому Милосердие Ну, пока нет возможности Вчера было еще Еще одно Пам Короче, после этой игры Мы сделаем стоп-старт Аспирант говорит, что это может помочь Ютубу Он пытается отбиться до седей То есть логика какая Ты сильно позади по экономике Из-за того, что тебя убили шахтом Но, с другой стороны Золото-то у тебя осталось В шахте больше И ты, если продержишься То будет ок Но Лалайт сразу опережая Ну, предвосхищая этот аргумент Поставил базу Чтобы время работало на него Вот Правда, вышел из лимита И Мун тоже сейчас выходит из лимита Но он надеется просто просидеть За протекторами Проверяю сейчас базу Мун Можно попробовать ее На халявку Пройтись Слева Попробовать отменить Дирижабль Оп-оп-оп-оп-оп-оп И полетел Медведем Ну, Лалайт догадывается Что есть такая опция Сейчас сможет Дирижабль увидеть Видит Видит, видит, видит Веспом Красиво Лалайт хорошо понимает Происходящее в игре Сектор, лучше посмотреть Там очень хорошая серия Сложно в двух словах описать Значит, Блессинга до сих пор у Муна нет Он сделал этот грейд, когда Когда у него уже мейн убивали Только сейчас доделывает базу На, ну, Т2-шно Скорее всего, после этого Как раз будет первым же грейдом Нечу Блессинга Странный лимит Муну Вроде стандартный Он максимально эффективный В 50 сделал Медведя Потом добавил двух дряд Боясь, что его сейчас будут давить Было 53, не строил он ничего дальше Мне казалось, 56 у него было все-таки Он 50 и две дрядки заказал Да, но сейчас Муну нужно думать о том, как Как вот с этими базами Ла-лайт, видите, базы ставит Слева Справа Что делать, не ясно То есть, просто выкачивание ресурсов И переход на натурал Оно особо ничего не даст Потому что это все-таки не карта С четырьмя шахтами, да Здесь шесть шахт И, соответственно, ты останешься один в три Если просто проигнорируешь Ооооооооо Какой грамотный став Став, став две дрядки Для того, чтобы штрафонуть эту дряд Короче, Мун сделал разведку Увидел, что ла-лайт ставит повсюду базы Понимает, что игнорировать это не может Но как реагировать на это Я не знаю Честно не знаю, потому что Мун, естественно, проигрывает по лимиту. Там 80-е Химеры, стру... Насколько впереди Ла Лайт, чувствуете? Фален подчеркиваний Темплар поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Я знаю в чем секрет Сокола и расскажу тебе по секрету. Это не секрет. Если ты будешь выигрывать Тода, то ты тоже не будешь гореть. Минус. Но ты же не всегда выигрываешь Тода и других. 66 лимита сейчас у Муна. И... Вообще не ясно, как будет. Он посылает медведя одного направо. Ну, шахту будет долбить, видимо, здесь. Сразу два медведя. Красиво. Ничего не сделать? Сейчас парочка Химер будет заказана. Ла Лайт даже может дождаться этих двух Химер. Ну, типа отступить немножечко, чтобы... Там Вирдос такое сообщение написал. Я наличку Вирдосовскую отвлекался. Сейчас... Когда выиграешь, так как Ла Лайт в этой игре, это скорее минус морали оставшуюся серию, когда не можешь задавить. Мужчин, видишь, там Бриджаш Покалимеджер в различной игре, получится... Да, да. То, что Мун сейчас пытается еще... Ну, не пошел отдаваться после того, как потерял мейн, а начал затягивать и выкручиваться. Это... Показывает, что он настроен сражаться дальше. И что... Так просто не сдастся. Четыре медведя. Четыре медведя по логике, что даже если ты ставнишь двоих, ты не выиграешь этих четырех медведей. Ах ты Мун какой, а. Прибегают четыре... Ну, четыре медведя. Против дерева и двух медведей. Могут и не справиться. Ахаха, тут став дирижабля с четырьмя медведями. Хитрец какой Ла Лайт, блин. То есть он мог... Может телепортировать до 16 юнитов. Какой жук, а. Сто лимита, две химеры летят. Красиво. И две еще строятся, раз сто лимита. Бедный Мун. Когда к нему прилетит четыре химеры против такого количества медведей. Причем химерки у нас будут с грейдами. Такими хорошими грейдами. Ну там тоже 3-3. Рык, все дела. Бросает мэйн свой Мун. А, даже так. Телепорт. Химер нет. Химеры пока что не там. Да ладно, Мун пойдет вперед. Да ладно. Ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Магический урон средний соточка У-у-у-у-у-у-у И они прилетели Они прилетели, они разрывают Медвединой части Ё-моё Вы только посмотрите, какой урон Какой урон ГГ пишет Мун Но Химера это не честно Развился Слишком сильно лалает Ой, Соколик в чате Привет, Соколик. Я вчера смотрел стрим Тодда, как он там опять ругался, токсичничал. Сколько, говорит, у него инвулов? Порядка 20, что ли? Когда там в очередной раз твой блейд прожимает инвул. В этой игре самое главное, конечно, это дроп был, который вроде как Мун купил дирижабль раньше, вроде как даже полетел. Непонятно, зачем полетел, только он на мейн. Этим дирижаблем не фейканул нормально. Вот, Алла Лайт прилетел, дропнулся, убил мейн. Все. И в результате это определило игру полностью. Но Мун еще посопротивлялся. Мы смотрим с вами матч за третье место. Финал впереди. Финал китайский. 120 против Калорфула. А вот матч за третье корейский. Хотел у нее запись посмотреть, но там платить надо, говорит Сокол. Охаще... что это так? именно ласка захлечет и и альтерный но во что содержимые чудо и и ого лодж поджога и и а Так, друзья, сейчас будет техническая пауза. Попробуем завести ретрансляции, в частности, YouTube и Тьфуч. Вот, поэтому не переживайте, у нас все равно есть минута, две. Поэтому я стопаю стрим на ГГ и стартую через несколько секунд. Поэтому скоро вернусь. Поехали. Вообще это не должно помочь, не знаю, как это может помочь. Учитывая то, что у нас, по сути, стоп при трансляции старт равен... Ну, то есть, по сути, тот же самый стоп-старт. Так. Амазония. Собирать мастерские будут оба. Ну, тут вообще могут быть, конечно, тоже у кого-то Патма. Может быть Патма. Могут быть даже Патмы. Ну, карта довольно просторная, без... Хоть и небольшая, но для Патмы, на самом деле... Если вы играете прям мега агрессивно, большие карты не особо нужны. Открытая маленькая карта, без лагеря наемников. Козел и Патма. Вот это уже хорошая разница. Потому что... Вот любопытно, к чему это все приведет. Приведет ли это к Маздриадам Муна? Задавит? Попытается ли задавить? Не, не попытается задавить. Все-таки виспами можно от козла отковыряться на старте. Но опасность козла заключается в том, что ты не можешь с первыми котами, если играешь с Патмой, без виспов, далеко выходить с базы. Потому что одна прикопка, и у тебя кота подрезают. Так что... Какой билд? Какой билд? Какой билд? Выскакивает Патма. Уже под все готовы. Архмаг два разбойника. Виспом выманивает еще... Здесь, кстати, Кипер тоже весьма неплохо прокрипнулся довольно быстро. При том, что у него еще меньше урона, чем у Патмы. Клоэ. Перчатки. Неплохие артефакты. В целом, хорошие. Майка говорит, комментатор чатик салют со 20-й Colorful игра или уже? Нет, традиционно сначала играет матч за третье место, а потом только финал. Ну, по нарастающей, потому что финал — это самое интересное, и именно им должен заканчиваться турнир. Поэтому сначала матч за третье. Иногда играют параллельно. Вот если это какой-то не очень крупный турнир, для того, чтобы... Сейчас, секундочку. Продолжает отвлекать. Отвлекаюсь я от игры. Прошу прощения. Что там, где Хантерс Хоу? Ой, какой поздний Хантерс Хоу. А, финал Босс 7 будет? Ну, это хорошо. Там самое главное, что не Мирор, тем более 120-й показал, что против Эльфу он очень хорошо играет. Потому что Colorful в финале тоже сессация вообще. Он вроде всегда Т2 игроком был. Но игру он не Т2-шнюю, естественно, показал. Гост Сеслав, здравствуй. Добрый день. Так, это Т2. А тут Т1. Да ладно. Что это у нас? А где все? А где Хантерс, если у нас Т1? Видите, как Висп атаковал? Но вынужден был задиспелиться. И вот она, прикопочка от козла. Слишком поздно второй Висп подходит. Странно. Вроде Т1. А Хантерс я нормального количества не вижу. Козел хотел прикопать. Сейчас придется потратить прикопочку. Почему нет? А, видимо, боялся, что коты прикроют. А коты прикроют. Просветка. Видите, два кота сейчас помогут выйти из окружения. И телепорт можно будет, по крайней мере, на двух Арчерок разменять. А, там Эксп ставится внутри. Все, понял. Да, тогда это многое объясняет. То есть у него вообще один барак Хантерс и Экспанд. Тинкер прекрасно, прекрасно. Арчу подставляет. Очень агрессивный криппинг сейчас идет. Вот любопытно. Мун сейчас прожмет. Грейт на Т2. Вроде как рановато еще. Но в идеале ему нужно выходить все-таки в Маст Хантерс. Ой, в смысле, в Маст Берриад, извините. И против Козла, и даже против Арчей. С Экспандом там можно поиграть. Но сейчас у него есть более такая важная задача. Именно... Именно... Снова окружается спотма. На этот раз она без телепорта. Опасный момент. Это может быть минус спотма. Тем более, она получает третий уровень. Очень плохо. Для Муна прям... Это катастрофа сейчас. Вот насколько опасно выходить без телепорта. Минус третья патма. Жуть. Как она здесь? Почему она здесь оказалась? Я не знаю. Выкупает. Очень важно патма это. Выкупает в таверне. Там артефакт еще. Ооо, собирает большую ману. Кипер будет счастлив. И никого не успевает подрезать. Вот это, конечно, лолайт очень хорошо отыгрывает. Муны необходимо подлечить патму. Необходимо купить свиток лечения. Да, у него все-таки т2. Хотя бы одну лорницу поставить. Протектор отличное решение. Особенно против пуша экспанда. Теми же самыми дриадами. Да. Это просто, просто превосходно. Просто превосходно. Побежал на книгу, но так и не успел. Ответная застроечка. Потому что те же самые протекторы отлично работают и против котов. Ну и второй герой, конечно же, рейнджерка. Она логична. Она понятна. Она помогает справляться с большим количеством арчей. То есть вы ломитесь просто котами своими на арчей. Естественно, начинают коты дохнуть. Начинают размениваться на лучниц. И вместо каждой лучницы появляется скелет. И там ты либо оболишь им, либо виспами должен это все контролить. Но ты не можешь отконтролить идеально. То есть в любом случае какое-то время скелет будет находиться. И какое-то количество ударов может нанести. Но этот пуш лолайтовский выглядит очень, очень опасным. И мне кажется, даже здесь лучше не в дриады выходить против кипера. Просто нон-стоп штамповать арчей с дальностью. По сути. Это, да. Это не является как бы контроль к тому, что у лолайта. Но и не проигрывает ему в данной ситуации. В идеале, конечно, нужны какие-нибудь маунтан джайанты на Т3. Против такого микса. Ох, как же отзонил шикарно лолайт. Заставил сражаться вне протектора. Прыгает в арчи. Уже первые два скелета появляются. Красиво. Еще недоконтролирует лолайт. Третьего. Третьего арчу. Дирижабль тоже почти гуф. Но там застройка из протекторов новая. И главное, против такого микса ты особо не хочешь делать катапульты. Во-первых, это медленно. Это дорого. И это ненадежно. Ладно, был бы второй барак. Ладно, было бы много леса. Можно было бы сделать их быстрее значительно, чем... Вот, но сейчас... Катапульты, это... Крайне ненадежно. Хотя не совсем понятно, каким образом... Второй барак? Второй барак. Да, да, да. Каким образом от протекторов отбиваться при помощи арчей? Я не знаю. То есть, сейчас у Муна только задача... Он может только выиграть время. И... Используя это время, либо штампануть как раз вот масс арчей, Либо достроить там парочку баллист. Ох, иллюзи, иллюзи, иллюзи. Там карача смогут хорошо. Арчи хорошо убивают дрядку. Коты хорошо размениваются в арчах. Там доконтроливает еще лалай. Дирижабль уже починил, спасает. Вкладывает еще Мун денег для того, чтобы протектор постоял. Очень, конечно, напряженная игра. И позиция какая... Смотрите, как классная у лалай это. Чтобы он проходит всей армии за протекторы ближе к базе Муна. И теперь... Мун для того, чтобы добраться и защитить свой эксп, должен ломиться на протекторы. Протекторы, конечно, не такой большой урон наносят именно по арчам. Но и арчи по протекторам тоже наносят слабенько весьма... Очень маленький урон. Первый играет на атаку. Можно тыкнуть, конечно, в геро... Свиток лечения. Какой классный свиток, вы видели? Я только хотел сказать, что надо сбегать бы в магазин, а он успел уже куда-то сбегать. В смысле, успел добраться до магазина. И все отбивается, что ли, Мун? Лалай решает эвакуироваться? Серьезно? Это странно. Почему он за протекторами не воюет? Почему он идет отсюда? Огромная толпа арчей. Спас Сайленс и... Кипер убегающий просто от... От лимита 60. Да, Мун пережил. Пережил и арчами отбился. А дальше у Лалайта перспективы очень печальны. Но вот, возможно, знаете, Лалайту не стоило вниз уходить от своих протекторов и... Потому что там он много всего натерял. И, возможно, стоило сразу за протектор уходить наверх и пытаться провоцировать Муна ломиться на протектор, пока его еще было не так много. Ну, убивая базу Муна, угрожая ей реально. Все. Это 3-1. Отвечать сейчас можно, конечно, своим экспандом пробовать. Но в целом там, скорее всего, второй играет на атаку делается. Там сейчас купится... Ну, есть один свиток, купит Мун еще один. И козел в этой ситуации, особенно если ты берешь с собой там 2-3 виспа, а Мун берет 3-х с собой виспов, насколько я вижу по мини-карте. Это просто уже бесполезный герой. Патма, которая лимиту там 60+, с 2-мя грейдами на атаку, добавляет 20% урона. Еще сама с руки второй стрелкой дает где-то полтинник. Вот это полезный герой. Только Мун сейчас ведет себя очень нелогично. Он, правда, проверяет экспанд, не экспанд у противника, видит, что там базы нет, и типа понимает, что... Ну, не обязательно ему сейчас форсировать ситуацию. Хороший урон, но недостаточно хорошо. Третий рейнджер, наполовину пятая Патма. В Хантерс Холле там что-то светится, какой-то грейд делается. Ну, второй, я думаю, грейд на атаку должен уже быть готов. И переход в лорницы. Ну, это добавление там одного медведя с рыком, и скорее переход в Маунтун Джайантов. Они лучше дополняют арчи. Потому что выходить, опять же, масить медведя, когда у тебя без пяти минут пятая Патма, это очень странное решение. Тебе лучше сделать там тот же самый Т3, сделать меткость, еще добавить 25% урона рыком, и тогда у тебя получится просто ультимейт. Вместо арчи там, которые наносят там 19... Ой, 17-19, да, сейчас они наносят? Им убрали эту единичку. Ну, раньше 16-18 было, сейчас, видимо, плюс один. Потом еще меткость 4 прибавляет. Потом еще три грейда на атаку за счет Т3. Потом под матриц процентов, и сверху 25% рыка. У них там урон под 40, просто он более чем удваивается относительно базы. Поэтому Мунт увидел, что нет экспанда, понял, что форсировать не стоит, и деньги решил вложить в технологии. Тинкер переучивается явно на ракеты, потому что против гапши арчи делать факту вообще смысла никакого. Там либо ты... Либо ты... Это дрядка для того, чтобы киперконтрить. Вместо виспов. Либо ты ее ставишь дико далеко, что она почти не работает, это факта. Либо ее арчи с одного-звух залпов убивают. Патма специально... Здесь одна крепится. Тинкер ушел для того, чтобы Патма получила таки пятый уровень. Третья аура 30%. Рунные браслеты не нужны. Очень уверенно Мунт играет, конечно. Прямо. Нам жалко не показывать, не прокликивают ни Хантерс Холл, не прокликивают Т3, не прокликивают бараки, не прокликивают юнитов. Я не могу понять, что у нас сейчас по таймингу. То есть, готовы мы по... То есть, сошлись ли у нас там звезды по меткости третьему грейду? Где Медведь, например? Да где Медведь? Идет он или не идет? Меня вот этот вопрос очень беспокоит. Какой урон у Арчи? Ну? Вообще-то, такой безмятежный, конечно, опс. Переучивается Тинкер, потому что факта еще пригождалась, видимо, ему на криппинге. Он вообще не кликает. Он реально не кликает. Так, вот пошли. А, у него Т2, у Муна Т2, все еще? Эй, ты чего? Блин, вот от Муны я этого не ожидал. У него ситуация была такая, что он приходит, видит, что там Т3 доделывается. То есть, понятно, что МГ, понятно, что время у него еще есть. Ё-моё. Ну, представьте, сколько времени было у него в тот момент, когда он отбил экспансовый. И он после этого, после отбивания экспан не тыкнул сразу Т3. Это очень странно. Я переоценил Муны. Если это можно вообще так сказать. Сейчас ему сложнее будет с МГ вообще сражаться. Ну да, там преимущество в 10 лимита, но это не так много. Ну, здесь как раз рыка не хватает, меткости не хватает, третьего грейда на атаку не хватает. Арчи-то слабенько против МГ работает. Тут лучше тыкать по героям, на самом деле. Тыкают героя Муна вообще. Ой, Мунчанский, что ж ты делаешь-то, а? Ну да, он врывается, Арчи убивает. Это на самом деле уже лимит такой. Не особо нужный сейчас Лала эту. Жалко. Конечно, жалко, но... Мун убивает своих Арчей. А кого он собирается сейчас вместо них строить? На Т2-то. А, пошел играть на Т3. Блин, как же не по таймингу-то, а? Почему? Почему он сразу не тыкнул Т3? Он явно не должен был бояться просто Лалайта. Он же видел, что тот пошел в МГ. И с каким лимитом он отступал. То есть, там у них была разница в 20 лимита, когда Лалайта отступал. В 20. Понимаете? В 20 лимита. То есть, там не было никакого риска тыкнуть этот Т3. Это тебе стоит 5 лимита, грубо говоря. Ну, один грейд на меткость, всю твою гапшу, стреляющую, поднимает процентов на 20. Ну, опять же, там Арба, третий грейд на атаку, Медведь с Рыком. Блин. Ну, это, конечно, залет. Вот после такого даже хочется в ладере поиграть. Потому что Мирор мне пока что понятнее всего, и он не сильно поменялся, ну, так, по сравнению с тем, что было раньше. В других мучапах посложнее. Сейфово хочет. Так в том-то и дело, что, ты же понимаешь, риски повышаются. Риски повышаются, если ты играешь слишком сейфово. К тому моменту, когда вот было 80 лимита, 400 голды на руках у Муна, у него армия могла бы по эффективности быть гораздо круче. Гораздо. Почему ты каждый Мирор через дракончиков играешь? Не каждый, но это страта моя любимая. И там люди... Там же стратегия такая многоэтапная, которая провоцирует противника делать то, что умирает от дракончиков. Рано или поздно все придут в Мироре к Феррикам. Помяните мои слова, если мета сильно не поменяется. Привет, Мишган, а еще ракеты контр-тульт Патмы? Он не для этого их взял. У него есть козел для прикопки, с прикопкой, который также контр-тульт Патмы. Он взял ракеты против масса Арчей. Ты уже в курсе, что Дримхак про расписание поликлипедии в 6 часов вечера? Да, да. Мне нужно скоординироваться со стихом. Там наши играют. Там Фогич, Хэпич сегодня. Официальный стрим, кажется, Вандербраун будет вести. Так что... На Твиче причем. Там еще Дримхак азиатский. Медведя добавляют против МГ. Но сейчас уже у Мун Т3 есть. И все еще ситуация у него значительно лучше, чем у противника с точки зрения уровня героев, технологий. Диспл Дриады Кразовы не сбивают ульту Киперпатмы? Нет, конечно. Аболиш, он... Очень хорош. Это, по сути, единственный выборочный диспл, который есть в игре. То есть он снимает негативные с тебя, оставляя позитивные заклинания. И наоборот, если ты делаешь Аболиш на врага, он снимает позитивные, оставляет негативные. То есть если будет прикопан вражеский герой, на нем будет висеть фейри-фаер, то Дриадка Аболиш не снимет прикопку и не снимет фейри-фаер. Но снимет Риджуф, если на нем есть Риджуф. Как-то так. Это, кстати, один из аргументов, почему Аболиш можно поставить на автокаст, в отличие от всех остальных дисплов. Потому что по механике игры не совсем понятно, когда нужно диспелить, когда нет. То есть вот использовать диспел-пристов на своих юнитах, если на них висит Иннерфаер, но есть винные пары, например. Ну, чаще да, но тем не менее. А, фейри-фаер... Нет, фейри-фаер, естественно, снимает. Снимает фейри-фаер. Он же негативный в любом случае. Вот, но... Но это же диспел, в конце концов. Он не работает против... Ну, он к ченнелингам да вообще никакого отношения не имеет с плам. То есть он не прерывает. Стенка на стенку, пошли, работаем. Патма пятая, наполовину шестая. Медведи вроде как неплохо там... Атакуют, но Маутен Джайанты их тормошат в разные стороны. Тинкер, кстати, подставился. Я не знаю, что Тинкер не съедят, он охренел. Вот, все. Ну, какой смысл ему не проатаковать? Он в семи медведях стоит. Минус МГ. Хорошие ракеты от Тинкера. Там виспы еле живые. Мун решает их отдиспелить. Потому что, ну, виспы, смотрите, какие вообще бездороги. Их закидывают ракетами. Отступает Ла-Лайт, 55 лимит. Это Мун 3-1. На мой взгляд, он мог раньше игру закончить, если бы... Ну, я уже, короче, сказал. Опять начинаю нудеть. Классическая такая картина, да? Медведи танкуют, сзади арчидриады. Патма шестая. Непонятно делать ей... Если только вправо уйти, дико вправо под экспанд и сделать ульту. Вправо, дико вправо вниз. И вот здесь делать ульту. Хорош, молодец. Ой, Сайленс какой против Тинкера, чтобы он ракеты не сделал. Но он успевает сделать потом ракеты после оболиши. Но все равно, конечно, заставил нырнуть, заставил потерять какое-то количество здоровья. Минус Тинкер. Но, знаете, для Муна еще одно третье место, это как поражение. Когда на голде, на онлайновом голде, у всех берут интервью и задают типовой вопрос. А с кем вы не хотите встречаться? И все говорят, с Муном, с Муном, с Муном. Когда все показывают на тебя пальцем и говорят, ты жуткий и ты фаворит. А ты занимаешь раз третье место, потом еще третье место. Это не победа для Муна. Это не победа для него. Контроль! Я пропустил эти комментарии от комментаторов корейских. Шикарнейший. Лалайет не сдается. Но Майнер вообще мог бы уже написать ГГВИТе. Берет дирижабль. Понятненько. Развлекает. Развлекает. Дикий троллинг на голде. Она была от всех. А прикольно было бы, да? Не, ну это очень обидно. Очень обидно. А кто главный фаворит? Там Хавк. Да Хавк. Хавк в такой форме. Да Хавк. Все. И... Ну это очень жестокое. Ааааа, Джейджей. Мун показал прекрасное знание Мирора в очередной раз. Никто особо не сомневался в том, что он может сыграть через разных героев. Но здесь, кстати, чаще появлялась именно Патма. Патмы была половина, и Димон Хантеров была половина. В Козлов он не ударялся. Но минус за то, что не было Фериков. Ну что, друзья, у нас впереди финал с вами. 120-й против Colorful, Undead против Эльфу. Три Эльфа и один Undead прошли в плей-офф, и вот нежить в финале. Мог быть Эльфийский, естественно, в финал, если бы Мун вчера... Ну вы понимаете. Здесь будет небольшая пауза. Столько турниров в последнее время по Варику. И это прекрасно. Хочется успеть откомментить все. Так, ну давайте сейчас за чайком, за кофейком сделаем технический перерыв на пару-тройку минут. Не скучайте, общайтесь в чатике. А вот выяснилось, что у нас два доцента. Один из них анимешник. Можно много нового узнать. А именно доктор, оказывается, доктор. Кто бы мог подумать? Удачи! Это здесь начнут я думаю, что готов! Коллоблосоу, правила на наше защитное лечение. В Деймплосоу всёfeldёвать. Снял, да! Деймплосоу всё, да! Лучная эмоэahuэка Братная эмоэра Братная эмоэра Братная эмоэра Братная эмоэра Я делаю шансы Во, сдады Питлурд Питлурд Пауэра Вод playing Ложная эмоэра Толее чуть-чуть Субтитры сделал DimaTorzok 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 Посмотрите, я думал, что современность, а он, оказывается, уууу Ладно, поехали Серия, мы видели серию 120-го против Муна вчера Если я вдруг Colorful назову Муном или Инфи, или Тиашем Не обращайте внимания, он Colorful А 120-й еще гол 120-го мы прекрасно знаем, отлично играет Моя ставка 3-1 Вот если вот кто-то принимает ставочки А, 3-1, при том, что они бо играют, бо-7 Тогда 4-1 4-1 Непобедимое добро, пишет Мрет в наши дни с голодухи синевик Станем ли мы братья? Больше молча Нет, как-то не слаженно говоришь, конечно Кровью синевиков залитый трон И кровью мы наших врагов оббагрим Напомнил про белую версию, говорит Паниш, аж в сердечке кольнуло Ооооо Сейчас Я пытаюсь найти белый Good Game Но гугл в картинках не это самое Не дает Надо лезть на этот веб-архив И доставать оттуда Наш светленький сайтик Деван Хантер первым героем у Colorful Да, RX120 Только не 102, а 120 Он же подрос Странно, что никто не придумал себе еще никнейм Меняющийся в зависимости от его текущей Хотя, наверное, у Fly была такая тема Пиф-паф, ну это плохой скрин Видишь, там нет картинок Я был почти ребенком Смотрел твои воды с батлнета Под даком на NoNightL Один из преданных фанатов А вы мне предупреждение за синевика Ничего себе, сейчас посмотрим Ни одной подписки Том Экспи говорит Да, кстати, играет 120 в Экспанд То же самое было на Эхо против Муна И... Тут, конечно, надо хорошенечко подумать Каким макаром это можно контрить Мун упарывался, застраивал Насколько я помню Нет, это Соник упарывался, застраивал Это другая совсем история Ответный Экспанд не ставил Просто прибегаешь, тут уже сразу не рубка грейдится Понимаете? Отменяет тут же шахту А логика простая Если ты получаешь урон, ты теряешь В ресурсах Тем меньше возвращается тебе денег За отмену здания Почему ЭРО, в чем причина? Это, кажется, на китайском 120 Как-то так Так вот о никнеймах Было бы прикольно иметь никнейм, который С... Ну, хотя нельзя так часто менять никнеймы, блин, в батлнете Ну, чтобы был какой-то прогресс Типа флай не 100%, а 75 Приезжаешь на турнир Ставишь никнейм флай там 80 Флай 99 Флай овер 9000 Все, чтобы отражать твою форму, текущее настроение Нашел частичку нормального ГГ О-о-о-о О-о-о-о О-о-о-о-о 14 лет пользователю Предупреждение за мат от Кенга Кенг! Помните Кенга? Кенг хорош Да, спасибо, пиф-паф Между играми посмотрим На старый белый ГГ А, плохо сохранилось Там опять картинок нет А нет, что-то загружается Неплохо, да, загружается Класс Пиф-паф говорит, Кенг меня банил Как тебе Так, сейчас Калорфул добивает этого Огра Здорового Должен добивать Ему он очень нужен Потому что третий уровень Он получит и артефакт А ДК не может этому особо никак помешать Потому что Койла нет Соответственно, Димк третий Нага появляется Даже забивает почему-то на Арчу Хотя он мог ДК Там просветки нет Шикарно Вот сейчас Дислот говорит Варкрафт, кайф, майкер Как в старые добрые времена Спасибо за это Наслаждайся Наслаждайся Игры хорошие И кажется, сегодня у нас в Варкрафте будет очень много Потому что там еще наши играют на Дримхаке На Европейском Вот, поэтому Поэтому, поэтому Бобер, я обработал мой канал На Ютубе Угадай, какое видео там добавлено Ну, либо с победой над Тоддом Либо долгожданная встреча Как бы А может быть, даже 2 добавил То, что Андетт ставит экспант Поставил экспант Это, конечно, опасно С экономической точки зрения Но Если Эльф при этом Делает Т2 И, соответственно, у него раньше появляется второй герой Он может реально съесть большую часть точек На андедовской территории Главное самому Не сильно втыкать с экспант Видите, как загнал просто сейчас Colorful 120 на базу Никуда не высунуться 120-й тут же тыкает 102 Т3 Выходит аккуратненько с базы А в это время забирается зеленая точка раз Артефакт подрезается Потом побежал, видимо, на Marketplace Черт его знает На самом деле я думал, что бабушка Теда Это какой-то New fuck Потому что Активности от него долгое время не было В принципе на сайте никакой Такое впечатление, что он где-то там 10 лет назад зарегался А потом А потом проверил почту Увидел, что там уведомление пришло И начал в аркад смотреть снова Сейчас выдает себя за За человека, который тут Все помнит, всех знает Нага почти обречена Уползает Блин, может быть у меня там ботинки есть Но как-то слишком бодро ползет Надо ударить хотя бы один раз Для того, чтобы на Берна добить Ну я же говорю ударить сначала Хотя бы один раз Если бы подконтролил немножечко Может быть и достал бы Может быть и сделал удар Очень много юнитов теряет Андетт Там Гульку, там Финда Арча спаслась А тут минус Финд Эй, ну шпшпш Там наверху Мунвелл был Ближе, чем этот Но направил почему-то Калорфул Не надо болеть за него так Рьяна, это же не Это же не Мун Ну не знаю Я вот тебе смотрю Сейчас Навигатор на ГГ Зарегался недавно Ньюфак или нет На ГГ ньюфак В Варкрафте, конечно же Мое почтение Старик Старик Хорошо, мне очень нравится Как Калорфул отыгрывает на этой карте То есть он Знает, что Со 120-м Ничего Знает, что с Экспандом Ничего не сделать И все равно Отыгрывает очень спокойно Уверенно То есть он делает максимум Из того, что Можно сделать Отталкиваясь от того, что Противника есть Экспанд Сейчас Димка уже Четвертого уровня И 120-му Сейчас нужно Нужно думать При этом при всем О какой-то агрессии Хотя на самом деле Он может Попробовать Все-таки У него есть время На самом деле У него есть время Я зря так Драматизирую Он может хоть 100 лимита Отстроить с двух бас Мисс-мисс-мисс Отлично 20 процентов Три раза по 20 процентов Аладдин говорит Привет, только что вернулся Из страны без интернета И буквально на полчаса Что на экране происходит Сегодня у нас Последний день Африки Лига заканчивается Отыграли уже матч За третье место Там Мун против Ла-Ла Это Сейчас они играют в финал Финал Босс-7 Это надолго Я не знаю Часа на 2 На 2 с половиной И 120-й Против Калорфул При этом Африка-то сегодня Закончится Но Мы скорее всего Переключимся на Дримхак Потому что там играют Сегодня наши Там уже плей-оффчик идет И Там Фоги и Хэппи Кажется Сегодня упоминали Что играют Поэтому надо бы посмотреть Вот Телепорт Телепорт 120-й купил Телепорт И свиток Такое впечатление Что Они просто у него были На кнопках И он Поражал Поторопился Призовой невысокий Здесь 14 тысяч долларов В сравнении с голдом Конечно немного Два телепорта Ну хотя бы другому герою Телепорт передать один Зачем ему два телепорта В деки Хэппи говорит Завтра играет Надо посмотреть Кто сегодня играет И во сколько Так Пошли Дестройеры с маной Где став И непонятно Вообще Как-то и не скажешь Что готов-то Да 120-й К этому пуш Где армия А 1200 Голды На руках А там 73 лимита Ой Это такой пропущенный Очень странно То есть Для эльфа Стало полной Неожиданностью То что его Андетт пришел По какому-то там Таймингу Пушить Сегодня в фоге Купер Хавкблейд Первый тур Плей-офф Насколько я помню Моноберн Странный Огр Странный Дистроп Фокусит Дриадами Хорошо Убивает Одного Дриады Традиционно Когда начинает Фокусить Дистроп Подставляются Под рейндж Финдов Ооо Много подрезали Вот это было Быстро Передают Телепорт Это лечу Ну сваливать Отсюда будет Андетт Не знаю там Как по стафу Видимо в КД Был еще стаф Но Когда у вас Больше косаря Денег И вас пушат Это плохой знак Если конечно у вас там уже не лимит Который хочется Иметь Или Ну и просто Нет способа нормального потратить деньги Но здесь очевидно Colorful просто не вышел во время из лимита Не успел Настроить все что нужно Ну вроде живой пока Colorful Но мне кажется что 120 мы сейчас будет уже попроще Организовывать атаки Он как-то контролит что ли получше И агрессивно Агрессивнее играет Ну на этой стадии Понятное дело что уже агрессивнее надо играть Ему Читая 433 Поддержал ваш канал О привет И сообщает Просто захотелось Спасибо большое Спасибо Гулей его уничтожает Потому что они Ну видимо лес есть А места свободного нет Надо тогда еще одну убить Что это за два лимита таких странных Да убивает вторую Ну типа Абома заказать А, Мидвегон второй Ты упомянул Хавка и выпал Кристал Болл С грейдами Colorful пока проблемы 1-2 представляете 1-2 Но зато Иншинто Винд есть Молодец Строит первого гиппогрифа Второго гиппогрифа А, два Кристал Болла Баланс Привет, Блайчик Чемпионы подтянулись Так, а тут нарезает Фрост Армор Нака И сразу пошла Регена Таура Такой Тик-тик-тик-тик-тик Восстанавливается тележка Хиппорайдо Какое хиппорайдо Какое хиппорайдо Что ты несешь Тут бодрядок ушатать На гиппосов чистых заменить Но там вторая новая опять же Небольшое количество гиппогрифов Погоды не сделают Поэтому строят сразу с двух Опять же, я не разделяю Не разделяю тот факт, что отсутствует у Колорфула вообще феррики То есть, ну хотя бы одного ты должен добавить Хотя бы Читая 433, поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает Читая А почему я читаха? Ну блин Не расстраивайся Тут как только мужик этот с гугла не коверкал никнейма Начинается сражение Четыре гиппогрифа Это несерьезно Ставлю на развал эльфа Хотя его по лимиту даже побольше Дислот поддержал ваш канал Дислот А медведя много медведя Прими скромное спасибо Скромное Блин Спасибо тебе большое за спасибо Да мой прогноз от меня оправдался Мало обомов Медведи довольно быстро подъели обомчиков Но в целом Там умер только один, кажется Всех гиппосов отрезали Что ж такое? И сейчас Колорфул давит Позиция, правда, у меня сейчас будет не очень хорошая Подходит сзади 120-й Важный момент Колорфул должен сражаться Владимир поддержал ваш канал на 100 рублей Спасибо большое за саппорт Еще раз Светок лечения отличные Медведи замедленные после новой Без маны Где-то внутри Непонятно, что делают Лич страдает Минус Берн Дестройеры Дестройеры от гиппогрифа подходят Чтоб все не клевали их А то больно, больно, больно Митвеганы подходят И эльф телеп Правильно, портируется Зимка под инвулом не умрет Но во время телепорта умирает еще 5 медведей В результате места лимита 86 54 ольфа Все Развалился Тот самый развал, о котором говорил Не понимаю, что в этом сражении Принципиально было По-другому Может потому, что На этот раз Не тратил время 120 на то, чтобы Убить Гиппосов Зачем 120-му Митвеган Ну, он травит дриад Он стреляет издалека По козочкам Спокойно Нанося полтора Ну, 150% урона по ним Вот И распространяет чуму Скверну На всю эльфийскую армию Видишь, больная дриада Она ж больная У нее там 430 Сколько там 5 хитов И у нее 120 уйдет О! Эй! Подъедают обомы Трубчики Сумасшедшая Регенерация За счет каннибализма У них Мне кажется Лидестры уж не так сильно Рулят против медведей В смысле Они диспелят Рыка Они диспелят Риджук Если у них есть мана У них там подрезали Конечно, магический урон Кажется Вот Раньше были лучше Но в целом Ты не можешь их Так просто игнорировать Потому что там Ну, 35-40 Магического урона Получается Плюс сплэш Может быть Если медведи Стоят Рядышком Поэтому Юнит незаменимый Требовательный В плане контроля Конечно же Потому что У нее есть кд На этот На диспел И ты должен Как бы Понимать Когда делать Когда должен Снова делать диспел Попадать Потому что есть анимация Она не такая быстрая Чтобы учитывать Перемещение Еще юнитов И конечно Доконтроливать Дестроеров Не только с той точки зрения Что они должны Антман поддержал И сообщает Маркеровская Рычим Рычем Ты еще должен их доконтраливать От фокуса тех же самых Дриат, героев И от гиппогрифов То есть они такой зависимый очень юнит Хоть и плотный, но очень дорогой Их 900 хп, 5 лимита Стоят они там Серьезно Где-то 300 голды Получается суммарно на 80 леса Больше, чем медведь. И вот сейчас время 120-го атаковать. Он прекрасное место для атаки выбирает. Правда, очень нравится, как Colorful раз за разом делает моноберны. То есть Деку отводят. Но все равно Димка как-то прорывается и делает берн. Гиппосы. Очень много гиппогрифов. Очень много гиппогрифов. Сразу понимает, что все очень плохо. Но там... А где? Чего не кричим? Чего не кричим? Что? Блин. Эти... Как? Я не пойму. Что? Не, ну ребята как бы орут, когда выпадает там, не знаю, любой предмет абсолютно. Любой. Они кричат по любому поводу абсолютно. Тут треть армии остается из-за того, что ДК прожал телепорт, из-за того, что там глухая стенка, и он, видимо, обходил. Соня 1817 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, контроли. Контроли. И тут как бы... И они такие спокойные, как будто, знаете, даже не знаю, не спокойнее обычного. Как будто даже игры нет. Даже вместо жду играми они эмоционально комментируют. Так, ну начинается сражение. Гиппогрифы загоняют просто дестройеров. Вот насколько важна крит масса гиппосов. Посмотрите, насколько она важна. То есть, если у тебя там их 4, и их быстренько там в 2 захода или в 1 заход перелавливают, это одна история. Когда их там сейчас 8, и все дестройеры просто сваливают отсюда и не могут ничего сделать. Не могут ни задиспалить рэг, не могут ни наносить нормальный урон. Это уже... Дима, 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 Дима! Риджуф. Красиво. Потому что два китайца, они корицы. А, потому что играют два китайца, они. Или ты про комментаторов. Огромное количество медведей. Но 120-й, естественно, не хочет отдавать свою базу. Как бы, а кто хочет? Просветка минус финт. Нага, пятая. Может, Деку? Нет, не Деку. Форкет. Еще один стафф. Там Дистры, кстати, могут в любой момент полететь наверх. Нага, 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 телепорт. Оставился в Медведей. Что? А когда остаются два медведя... Короче, я понял, они расисты. Они расисты. То есть они болеют за Андеда. То есть там остаются там два медведя, пауки, лич. А тут два медведя, и все, и праздник на улице. Ох. Вулкан, привет. Мейн закончился. Экспанд, тоже скоро 120-го закончится. Минус барак. Димка шестой, естественно, может внести коррективы, особенно учитывая то, что карта маленькая, и тут особо не побегаешь. То есть, ну, добежит он до экспанда, прожмет ульту, и все. Дима перегруппировывается, ему нужно прорваться к Деке. Обязательно став на Медведя. Став на последних хитах, но красивый. Шестой, Дима, но не будет уже. Нет, он сейчас прям ультует. У-у-у. Прям со старта ультует, и погнал. Лич с инволом. Прожимает. ДК как? А, без ТП там все. У-у-у. Это же минус ДК сейчас, еще плевок. Минус ДК. Минус лич, минус все, ГГ. У-у-у. И он, скорее всего, увидел, что там нет телепорта, и сразу, сразу Димку поражал. И Colorful затаскивает. Несмотря на парочку проигранных сражений, все равно затаскивает. О, бабушку Теду все-таки забанили. Тут Андет победит, говорит. А, ну был неправда, конечно. Тут ошибся принципиально. Первый из вот я, он zen and more, А потом я срочно у nas чувствую. Поэтому я думаю, что мы начинаем развивать. Постой малифордиång game под бомбой, я думаю вот, корлорфулы у него making в том, что мы чувствуем, но извините, все в том, что жил в коррорфулете. Я думаю, что это очень важно. Волплейт недавнем подкасте замечал, что эльфы жмут форму сразу, а хумы в последний момент. Хумы? Ты имеешь в виду Аватара жмут? Ульты разные на самом деле. То есть один на дамаг, другой не совсем на дамаг. Иногда Маутон Кингом имеет смысл покидать молотки и поделать клэпы, потому что он больше дэмоджа вносит не с ударов с руки. Да, я понимаю, что там плюс 20 урона добавляется в ульте, бла-бла-бла-бла-бла, но это скорее ульта такая защитно-танковая. Все ситуативно, вопрос, конечно, еще против кого играет. Если против эльфы, то имеет смысл сразу прожать, чтобы Берна тебя не кидали. Но, повторюсь, МК за счет той самой маны, 150, которую он должен потратить на прожимку ульты, может клэпнуть пару раз и нанесет больше урона, чем с руки. Так что, как бы, то, что прожимает и не прожимает, это обусловлено исключительно особенностью работы ультимейта. Вопрос как к эльфу. Гарги, Дриад не контрят? В лимите контрят, естественно. То есть, если ты возьмешь пачку Дриад и пачку Гарг, они, конечно, разные по занимаемому лимиту, но по стоимости даже Гарги подороже получаются, то ты добавляешь Гаргам один свиток лечения и выигрываешь, если будешь, конечно, фокусить. Эльфу фокусить значительно сложнее Гарг, просто потому, что они часто в стаке летают. И когда появляется некая крит масса, Гарг, ну, условно говоря, пачка, которая там с двух залпов убивает Дриаду, то каким бы ты молодцом не был, ты все равно Дриаду теряешь. Договорники между китайцами могут, раз они такие читеры? Слишком сложно для договорников. Договорники обычно идут по какому-то сценарию, который может быть спланирован, сконтролирован. А когда речь идет о серии сражений с разными исходами, с сейвом героев, то есть это крайне маловероятно. Квезда, ты немножечко опоздал, потому что матч за третье место уже прошел, но в целом сегодня, кроме этого турнира, еще ожидается Дримхак. Я, правда, не смотрел подробности, там расписание, только слышал, Бонни, привет. Поэтому не знаю. А если Гарг вовремя в форму отправлять, они вообще не умрут, ведь против гипосов. Но ты не сможешь это сделать, к сожалению. Там развал идет с одного укуса. Ну, то есть это... Если там пачка на пачку, Гаргу умирает, так же как и гиппогриф, с 8 ударов. 8 ударов. Скорость атаки у них очень быстрая. То есть клюют они быстро. То есть тебе нужно где-то с частотой 0,5 секунд вычленять нужную Гаргу и ее сажать. Ну, кажется, довольно реалистичная на самом деле задача, но на самом деле они бьют одновременно. То есть, во-первых, можно фокусить, и тогда ты вообще ничего не сможешь сделать. Но даже если ты отправляешься через атаку, то там хп очень быстро сокращается. Очень быстро все равно. Кто-то переключается, кто-то умирает. Идет цепная реакция, и до свидания. Короче, к практике замечания имеют очень мало отношения. Пачка на пачку выигрывает Гарги, там просто урон по воздуху у них больше. Фален, подчеркивание, темплар поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, в новом патче Папга добавит новый пулемет в аэрдроп под семерки с трассерами, безбашенной скорострельностью и повышенным уроном по тачке. Ни слова больше. Все, закрываем варик. Так, я закрою озвучку, с вашего позволения. Но да, но хорошо. Спасибо за инфу. Пачка на пачку выигрывают Гарги, там просто урон по воздуху у них больше. Надо учитывать не только урон, там же есть еще количество здоровья, количество брони, скорость атаки. Если скорость атаки у них, насколько я понимаю, почти идентичная, то гиппогрифы там процентов на 25 получаются жирнее, чем Гарги. Ну, то есть гиппосы сильнее Гарг даже после... Хотя Гарг, кажется, не бафали, только по скорости перемещения немножечко. Гарга проигрывает гиппосу, при том, что стоит дороже. Короче, хорошо дезинформировать людей. потерпелевание people. Также. Right. Да doit быть. Не говорится. 1-0 в пользу Colorful, а я ставил на 4-1 в пользу 120-го. И вроде как все по плану было в прошлой игре. Экспанд поставил, защитил, все ок. Рядышком ДК, но у него нет Коил, он может только с руки бить. Ой, надо ретаргет делать же. Ой, ДК сейчас можно убить. На. Да, Голем переключился. Смотрите, если вы всеми своими юнитами в такой ситуации переключаетесь на вражеского героя, то с очень высокой вероятностью все нейтралы переключатся на него. И триггер будет распространяться в том числе и на способности. То есть он получит Slow, он может получить сетку, он может получить молоток. Главное, чтобы у вас никто, кроме... Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Две ловкости И сразу экспант абсолютно правильно действует Colorful прям Чем может делать в такой ситуации все что угодно Третий Дима почти четвертый Против нулевого отдаки Нулевый только что получил он первый опыт С ума сойти Вот это старт Два когтя плюс 12 урона Такой чемпион По 4 архам говорит Незачем темп терять из закниг А ты учел что эти две агилки ему добавят 2 урона 4% скорости атаки Которого сейчас он уже теряет И сколько он там потерял 2,5 и 3 секунды На пробежке на этой И сколько он будет бегать без этих половины когтей Еще арморчик добавили бы где-то 0 Сколько там получается Ну почти половину армора добавили бы Темп терять не хочет Столько у нас экспертов конечно в чате Ё-моё У одного гарги убивают гиппогрифов У другого темп теряется Бедный 120 его гоняют Тряпками просто По всей карте Видел тот выкатил простыню текста о балансе Я не читал Но я Я слушал вчера комментарии Я Тодда не смотрю Но когда вчера Сокол попался с Тоддом Я не поленился Зашел на Тьфуч И начал смотреть стрим Тодда Как он там Ой Ну вот Он Он плачет блин Уже 15 лет Вот реально Плачет 15 лет Уже Скайс дважды стал чемпионом мира Инфитяши тоже стали многократно чемпионами мира А тот все плачет и плачет И плачет и плачет И жалуется и ноет и ноет Попутно оскорбляя еще при этом игроков Ну Не самый Вот такие люди ни в коем случае не должны быть допущены К какому-нибудь К правкам баланса Просто потому что он А предвзят Во-вторых он не контролирует Свои эмоции Ну это прям сразу минус Поэтому что он там строчит Ночью После поражения сокола Ей вообще не интересно Но я получаю искреннее удовольствие Когда соколик такой Фуфан полуактивный Этого Товарища Комментатора Который катает уже третий год Вернулся В актив Такой Ну не про гейминг Но так Катает регулярно Он его обижает Не знаю Какое-то злорадство Но просто я то давно знаю И Не жалко Ох ты как лич получает На шесть хитов Там у него остается после камня Видели Лич сейчас бы отъехал еще от голема Классно У колорфола все просто превосходно Соби маска повезло Смотрите какие герои Там 2-1 На сколько? На 4-3? И вроде все хорошо У колорфола просто Я не знаю за что зацепиться можно Граф Ди говорит И что помешало тебе Иванов Прочитать преступление и наказание? Оно было в программе на лето Не хотел терять темп Мариван Не хотел терять темп Правда 120 подрезает вторую красную точку Не знаю Может быть Колорфола стоило раньше Забрать Забрать красную сил То у него явно хватало Чтобы вообще исключить Какие-то макро-варианты Боевые барабаны орков Вот пожалуйста вам И макро-вариант Ну хотя какой макро-вариант Блин он с одной базы 44 лимита Там 70 наверное Неизвестный Спасибо тебе большое Я даже как-то взбодрился После этого вопроса Про Тода Порадовался Посмеялся Как я хочу Изменить отношение Блин к ладорным играм Можно какие-нибудь таблеточки попить Чтобы не гореть от поражения Чтобы играть было весело Но явно это будет интереснее Чем PUBG Ладно С Соколом может быть и Раз в неделю можно поигрывать Но явно интереснее Чем Диабло Да Все к 2-0 идет Майкер Все прям идет Движется 2-0 Такие только по рецепту Говорят продаются Ну это пишет доктор Поэтому я не знаю Может фановые стратки Фановые стратки Ну ты же на фановых стратках Будешь чаще отлетать Нага Какой пуш Какой пуш 55 лимита Что он несет Хотя там 64 на самом деле Как-то colorful Вроде у него Всю игру базы стояла А вроде Лимита нет никакого Лимита говорит Диабло тоже Хороша Я не могу не согласиться Так Начинается сражение Маноберн Отличный Даже не хватило маны На койл На первый Койл 1 Впритык Тыкнул Но уже минус Ману улича Как же мне нравится Контроль Димки Вообще Димка Тут хорошо себя показывает Контроль Медведь упал 1 Медведь упал 2 Ругаются там Такой там Дестра наверху Ой 2 финда От форки Так как упали Уууууу GG Ну типа он этой атакой Должен был убивать Пришел не убил Расстроился вышел Но вообще Самая большая ошибка Была именно на старте Когда ДК Без койла Без хп Зашел внутрь В лагерь наемников Когда еще были живы все Он хотел забрать голем Он хотел фростморном Его добить Стырить артефакт По крайней мере Ну а там Он даже без камня Оттуда не выходил Никак Не выходил туда Даже без камня У него было где-то 150-170 хп На тот момент Когда он зашел Ну А там тролль Арча Демон хантер Ему нужно как-то там Выскакивать Обратно Ровно год назад У меня в подвале Миша начал играть Диабло Горецокол Михаил, это нереально Изменить отношение к этой игре Будет любая другая В которой ты не играл Тут ради бога Вообще просто Тут сел на досуге Сделал себе минус 7 Чуть ли не стол свой разнес Что-то другое По всей видимости То, что ты играешь В игру почти 20 лет Сливаешь с человеком Который играет 3 месяца Само осознание Приводит тебя в ярость Не, ну я так не отдаюсь На это, конечно Что-то я хотя бы В плюс на подлады Сыграл Ой, не хочу тебя Это самое Трудниче Все, не буду Ну как так можно? Ну как? Ну нет Ну ёпрст Челиком, который 2 месяца Играет в рефоргет На новом графоне Еще по идее играет Компанию прошли Пошли в лагерь В лагерь В ладер тебя нагибать И главное ждут Где там этот товарищ Который 7-0 делает Постоянно каждый вечер И такие все У них даже группа Наверняка есть Где-то там На батлнет зайдешь На форум там официальный Увидишь там Как повысить стат В батлнете И список челиков Там пока что Их всего 2 Нет И вот Ну тоже писал Наверху товарищ И они вас реально Снайпят Ну Короче ты не расстраивайся Блин Я бы сгорел Просто Главное не расстраиваться Потому что руки уже кривые Потому что реакция уже не та Потому что 34 года И сын трехлетка Короче в этой игре Не расслабиться Так ты не расслабляйся Блин Че ты решил Расслабиться Это в 34 Я стараюсь не расслабляться В 36 А ты уже расслабился В 34 И помни Когда ты сливаешь Что о тебе подумает сын Вот как ты будешь ему Потом рассказывать Что батя Превратился в казуала В свои В свои 34 Он будет катать Там дум седьмой На Найтмари А ты будешь ему рассказывать Что Варик не смог вернуться Ладно бы дочка была Да Но сыну ты как объяснишь Дочь поймет А он нет Короче нет Надо тебе что-то менять Что-то менять Потому что это не дело Нет уже камбэков В нашем возрасте Успокойся В смысле Амун так убивает Бабушка Дай боже Дай бог ей здоровья Тоже вон Как Даже поднабрала Сильнее играет Чем раньше Блин может реально Камбычница попробовать А Ну хотя бы лоберрог Хотя бы каждый день Но часа по 4 По 6 Поиграть Варик будем комментировать Надо уровень подтянуть Хотя бы 4-6 часов Ну слушай Я стримлю каждый день Часов по 6 Вот В последнее время Даже больше Учитывая Такое количество Турниров По варику 4-6 Скорее 4-6 Это очень много Конечно Даешь эволюцию Бобра Блин Может написать Росбрейну А Все Короче Кирилл Привет Тут такая тема Я почти Решил Играть Под ладер И не гореть Похоже Может быть Серия трансляций Но жене Нужна шуба В скобочках Мне-то она Ни к чему Поэтому Если ты Поэтому подумай Прикинь Что там Почем Я готов Попробовать Короче Изи Отправлен Блин Ох Нет Если он Шубу Реально Поставит Не Женя Никогда Шубу Из натурального Меха Покупать Не будет Вы что Она же Она спустит Все на котов Хороший день Для старта Не Плохой день Сегодня Очень много Турниров И нет Времени Играть И вообще Сейчас Стиха Приехал В гости Мы с ними Отлично Вчера Погуляли Пообщались Там мелкие Поиграли В Mortal Kombat Поели Пиццу Погуляли Вот Фидель Откатать 50 игр В ладере До конца Августа Ёп РС Это На шубу Жене Ты видимо Не знаешь Сколько Шуба Стоит Ну ладно В принципе Давайте Попробуем Еще разок Принимая Челлендж Можно До конца Августа До конца Августа 50 Так у меня Больше Двух Недель Это можно За два Дня Отыграть В остальном Надеюсь На разбрейна Но там На самом деле 50 Это не тот Челлендж На который Я рассчитывал Бэйдингман Поддержал Ваш канал На 200 Рублей И сообщает Я не знал Что когда Кидаешь Анонимно Тебе в плюс На статус Не идет Не идет Ну как Ты же анонимно Кидаешь Поэтому Ну как Ну как Ну как Там же Донаты Можно Посмотреть Попа Это самое Увидеть Хотя Не знаю Как Надеюсь Говорит У нас в Беларуси Интернет не отвалится Я смогу На это посмотреть Да Мы в рабочем конфет Запомним себя Оптимистом Современный Но лучшее Что у меня получается Это стримить Вот И хочется надеяться Что я еще Какое-то время Что-то Как-то По Это самое Покатаю На контрасте Знаете Вот Вандербраун У нас будет Официальным кастером Сегодня На Дримхаке Вот В студии Как она называется Господи Куда Вилат Ушел Как она называется Господи Вот А мы будем Сегодня Эту тему Пиратить Ну просто потому Что как бы Твич СК поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает А мейнкаст Мейнкаст Давай ладди Я всех советников В чате Сам пинать буду Никому тебя В обиду не дам Да Спасибо большое У Вандербраунда Будет турик Может залетишь А он на гудгейме Будет Если да То можно Да И сатал Мейнкаст Все правильно Твистед Медоуз И Калорфул Ведет уже Сочетом 2-0 Но я думаю Что 120 здесь Будет Все равно Играть В В экспант Как в первой игре Хотя черт его знает Донный рак пишет Собери макер Поработи ладер Да мне не нужно Порабощать ладер Мне нужно Перебороть По крайней мере Себя То есть если я смогу Прийти хотя бы К режиму Регулярных Каточек Регулярных Каточек Ну вот Просто вот Хотя бы 2-3 часика в день Хотя бы 5 дней в неделю Хотя бы Так Это уже будет Такой классный Прогресс По сравнению С тем Что я сейчас могу А я не могу Ничего А прогресс Нормальный Относительно Ничего Он просто Бесконечность Просто Псюх График улетает Зачем Это делать Для того Чтобы лучше Разбираться в игре Потому что Одно дело Когда ты Смотришь со стороны Другое дело Когда ты Начинаешь Самостоятельно Играть Понимаешь Мелочи Фишечки Удаляем PUBG Вообще Без проблем Нет ничего Проще Удаление PUBG Нет ничего Проще Сокол Прости Нет Еще рано Челлендж Не подтвердили Так Хорошо У нас Не добил Акалит Но был близок Там такой момент Был Что вроде Как еле Еле Легко Удалить PUBG Сложно Не поставить Вот Мудрый человек Опытный Добил с руки Моноберном Не дал Добить дальше И пошла Аура Никакого Экспанда Харас Красиво Ну поехали Карта открытая Виспы Смотрите Стандартные Сразу На 7 часов Отправился Один Другой Отправится Сейчас На 9 часов У него там Встреча С елкой Ты хотя бы Для себя признай Что это не для Это не для понимания А для себя Просто чтобы доказать Что ты еще стоишь В смысле Я точно не буду Никаким полупрофессионалом Профессионалом И я знаю Что играю Никак Нет Не транслируй Свои желания На себя Ну в смысле На меня Мы с тобой Уже вроде Все обсудили Тебе нужно Подготовиться К разговору С сыном Через 15 лет И объясниться Обязательно Объясниться С ним Почему 0.7 Почему Папка психует Вот Это твоя задача У меня Другие задачи Так поехали Микер Так он строит Да Строит экспант Внизу Все нормально Миша умеет В тролло Так у нас Весь Половина чата Троллей Блин Такая практика Общения Уже Собаку съели Контроль К ударчей побежали Что это такое Они побежали К Димке Но Димка Непонятно Зачем Он может быть Искал ДКУ Может быть Он думал Что там Желтую точку Крипит Но Очень контактно Играет 120 Да Пришел Проверил Т2 Конь Тролль Рожденный троллем По-другому не может Да у нас это семейное В том числе То есть отец у меня тоже Как выяснилось тролль И как выяснилось Вот Серега тоже приехал Вчера просто отправил Шуткой просто в магазин Ну просто по фану Иру Просто вот Она купила начос Говорит что-то ты мало купила Ну из такой интонации Как будто Ну действительно мало А там такая пачка здоровая Она пошла купила еще В общем это семейное Это семейное А зачем этот токолит Он прям цепляется за него И он здесь рядышком Находится 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 Постоянно Опять же Говоря Говоря о смешных шутках С тихой Прекрасно Короче идем Семья там Хорошо Бла-бла-бла Идем Проходим мимо Мерса Я не знаю Там Какой-то двухместный Не разбираюсь в машинах Вот За рулем сидит девушка Девушке летом 25 У стиха Соответственно Жена рядом Два ребенка И стиха говорит Ооо А я на такой Во втором инфоэсе Андеграунд Гонял А потом Спустя секунд Десять Добавляет Я имею ввиду На машине Ну в смысле Вот Не получает Естественно Леща За это От жены Потому что Как бы Он Видимо Это Нормально У вас же Три брата Ты Диан Стиха Нет Стиха Он двоюродный Брат Двоюродный Видимо Потому что Уточнил Или там Другая Развязка Шуткой Была Ну Смысл Такой же Просто Либо в одну Либо в другую Сторон Развязка Была Не помню Короче В игре У нас Пока Достроился Экспант Это самое Главное По сути Что есть И Задача Colorful Сейчас Метнуться Быстренько На 7 часов После Конечно Этой Точки Для того Чтобы По-быстрому Поставить Наге К сожалению Не удается Нанести Столько урона Чтобы перебить Нагу 4 харчей И еще Димку А ДК Был слишком далеко Можно Ауф отменить Конечно Странно Что Берна Не делает Да Я понимаю Что ДК Первого уровня Что бла-бла-бла Но он же Скоро станет Вторым Правильно Ведь Во втором Андекраунде Не было Двухместного Мерсетеса Хорошо Ну значит Он изначально С этой шуткой Просто То есть Не от машины Отталкивался Как же Агрессивно Это работает Смотрите Colorful Ё-моё И при том Что у него Экспанд Ждет Его реально Ждут На 7 часах Очень хорош Контроль Colorful Контроль Контроль Сейчас начнет Дрят терять В скринте Там уже Коза Вообще Не Не Хотя Теряет Первый Чит Финдов Ой Нага Битая Ой Минус Нага А все почему Потому что Контроль Нет Там есть пара Классных клипов С прошлых Игровых дней Когда А Слушайте Он же еще Он поставил Блин Эксп И при этом Еще в Т3 Довольно шустренько Отправился Время пришло Без стаффа Теряем Дриаду Да и медведь Сейчас будет Подставляться Я думал 4-2 4-1 В пользу 120 Уже 2-0 В пользу Colorful С ума сойти Уже должен Мне 100 рублей Говорит Жду А То есть Я там Поставил Типа Кто-то Мне поставил И Нифига себе Может я просто Стороны Перепутал Я имел ввиду 4-1 В пользу Colorful Естественно Что выпало Ну покажите Что выпало Ну покажите Они показали Но там написано Корейском Хрустальный шар Экспанд Ну эксп Такой Халявный Халявный Прям Халявный Прихалявный А там Все это время Не было Экспанда Что Понятно То есть Там был Висп Но Висп Здоровый Просто Огромный Шарище И он Как бы Делал вид Что он Дерево И Я Смотрел На Виспа Видел Дерево Вот Только Сейчас Ну это Объясняет Тогда Почему Такой Быстрый Тир У Colorful Почему Он еще Агрессивно Играет Поэтому Ох Аура Хорошая Ну тут Топ 2 Для Андеда Но Подходит Димка Чем дальше Я смотрю На то Как Димку Реализуют Вот эти Азиаты Тем больше Мне хочется Именно Первым Героем Играть Кацура Ну здесь Нормальная Графика Кстати На Африке Идет 2 Третьи Турнира Короче говоря Лечерус Поддержал Ваш канал На 100 Рублей И сообщает Михаил 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 Понеслась Тащи Чамандер Мы в тебя верим Спасибо Варчрафт Лучшая игра Лучше из лучших Мы всем чатиком Будем за тебя болеть Да я знаю этот чатик Можешь даже выдать Мне права помощника Буду нещадно Банить всех советчиков Неплохо Ах да Ах да Я такой же бобер Как и вы Сэр равно Мне хотелось бы верить Что я Побобрее Чем ты Бобер Вот Но приятно Что ты Ты тоже Хочешь быть бобром Спасибо тебе Давид Калорфул Но Есть проблема Все таки У него Он думает Что 120 играет С одной базы А нет Разведки От Калорфула Не было Он тут потерял Две дриады Одного медведя Одну арчу Судя по трупам И вынужден Отступить с мыслями Но ничего Сейчас я отступлю Поставлю как раз Базу Выдалась пауза И все у меня Будет хорошо Но хорошо У него не будет Потому что там Экспанд Раньше Значительно Черт Я уже Есть захотел Что происходит Жены нет В такие моменты Понимаешь Что Что-то не хватает Я бы же покормили По крайней мере Спросили пару раз Помидорки закончились Ну Одними помидорками Сыт не будешь Да Вот сейчас Есть разведка От Калорфула Он увидел Давайте найдем Жену Миши Слушай Я предлагал В общем-то Жене До того Как она уезжала Ну есть же Вот эти вот услуги Я же говорил Муж на час То есть Как раз Закрыть Вот эти вот Вопросы Если муж на час Это сантехника Там всякая Да То жена на час Может прийти Приготовить борщец Нормальный Да Наверняка же Есть Люди Которые Предоставляют Такой род услуг Вот Но она Почему-то Очень активно Была против Мне даже Прилетело Есть За час Борщ Не сваришь Вот я тоже Думаю Что может быть На больший период Тогда Но она Сказала Ну с интонацией Сейчас как дам Ну вот Она любит Так говорить И все Так а в это время А в это время Нифигасе Нагло Какой 120 Пошел 120 Думает Что он Мун Раз он Выиграл Мун Он взял Силу Муна Силу Земли И пошел Делать базы По всей карте Ничего По себе Она бы хотя бы Пятилитровую Кастрюлю Борща Наварила Вот кстати Это ошибка Почему бы Кстати Не наварили Борщец Он 3-4 дня Был бы Постоял Нормально В холодильнике На второй день Борщец Как мы знаем По Адольфу Он вообще Только лучше Становится Да 120 Ты там Можешь Здесь и вырлить И подрывник Ты тоже Такой Типа Я Я не был Создан Для того Чтобы Телепортироваться На базу Я парень Рисковый Кстати Это хороший Вопрос По поводу Борща Спасибо Мне очень Нравится Журить Ну так Чисто Чтобы Цену Набить Поприкнуть Там Как-нибудь Подтроллить Да В следующий раз Скажу Что я Голодный Жалко Что не Наварил Чего Он бы Стоял И мы Ели Окей Спасибо Спасибо 3-3-3 Героя 120 Димка Вырывается Минус Экс Просто Бах 2-1 Персоналка Это Фейк Что Не понял А куда он Персоналку Делал Я не пойму Что это было За персоналка Подождите Я прочитал коммент Вольдизель Не буду Читать в эфире Но пацаны Которые на ГГ В чатике Они конечно Могут Это интересный подход Он чем-то С Ну это закрепление Тоже Это классно Это прям Первые пару раз Непривычно Конечно Но потом Прям Мужик Хорош Хорош О, Росбрейн ответил Сколько шубы стоит Говорит Мне когда Настя шубу купила Говорит Я сказал Что не вопрос Но сначала Просмотр видоса По производству шуб Понятно Короче Вопрос в цене А для меня Это вопрос Не в цене Короче Я отправлю Росбрейна К Жене То есть по сути Нам нужно Сложность узнать Насколько сложно Будет выполнить задачу А пусть А мне же не нужно Ничего, друзья Мне же просто Посидеть Посмотреть Интересные игры Весело время провести Какие Какие там тысячи Если они настроение портят Я даже скипаю это все Еда есть Ааа Мага минус Не, ну разваливается Colorful Просто сейчас Блин А такое классное Было начало Да Гоу варик Да я не против Гоу варик Еще варик Посмотрели В этой игре Было просто все понятно После того Как стало Мы увидели с вами Экспанд у Андеда Который не разведал И у него поздний Экспанд Относительно стандарта И еще проигранное Сражение Рядом с базой Андеда То все До свидания Там мейн разнесли Да я же смотрю Тоже игру О, нету Не переживайся Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Итак, я подрезал помидорку Субтитры делал DimaTorzok 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 Такой агрессивный барак поставил Colorful, и Гулька довела его просто до изнеможения. Он достроится, у него будет 200 хитов. Окей, Худкей, я прочитал твой вопрос, но, к сожалению, когда ты внутри страны находишься, мы не доходили до вопросов отношения с другими странами. Поэтому как китайцы и корейцы относятся друг к дружке, я не знаю. И те, и другие отлично относятся к приезжим. По крайней мере, к нам относились, хорошо. Хорошо, не, нормально. Три, отлично. Очень сильно сбил, короче говоря, этот криппинг Colorful. Дима выходит, как будто вечность прошла. Столько всего пришлось сделать. Вывести четырех виспов. Начало отвратительное. И скорость криппинга тоже мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега. Потому что нет никаких уже триггеров у Архмага. что-то выглядели всем предупреждению оценивая рабочая нет Так. Отвлёкся я на чатик. В очередной раз. Вот любопытно сейчас. Colorful вообще будет менять тему с... Он странно отыграл на низинах, на мой взгляд. Но всегда эльфы могли себе позволить поставить этот самый экспо в любом месте. Единственная проблема в том, чтобы выбрать время, чтобы его фактически поставить. Чтобы взять и убить нейтралов, и подготовить место, короче говоря, под ёлку. Вот здесь 20-го всё весьма неплохо. Начало было классное. ДК почти третий. Проигрывает Димка, проигрывает ДК по прокачке. Второй тир. Но Colorful прям лезет-лезет. Он очень любит агрессивно играть. Контактно. С Димкой, наверное, так и надо вообще играть. Но кажется, он где-то в середине... Короче, где-то минуту назад потерял ДК. Дал ему немножко прокрепиться. Третий уровень ДК получает. Добивает Мурлока. Собирает артефакт. Кажется, щеголы растут на твоих глазах. В твоих глазах. Ну, 120-й... Вообще, когда с Муном ещё играл, он очень хорошо показывал. Ох, бедные Арчи. Нагу берёт первым всё-таки 120-й. Минус 2 Арчи. Какое агрессивное продолжение. Крутится рядышком Калорфул. Тоже, видимо, Нагу хочет взять. Вот. После этой игры будет у нас техническая пауза. Вы не поверите. Так. Как бы отставить, чтобы не пахло. Но сейчас в центре продолжает доминировать 120-й. Калорфул пытается прорваться к пражской Наге. Прорывается, но очень много здоровья теряет Демон Хантером. Опа! И окружение шикарное. Кажется, это переломный момент в этой игре. Ай-яй-яй, Нагу ты контролируйте. Нага была окружена, можно съесть кобальдов. Тем более, что здесь два подъедаются очень быстро. А центральный уже наполовину бит. Из которого, собственно, артефакты выпадают. Ох, когти плюс шесть. Еще грыжить! Нет, это унижение. Финус телепорт. Такое впечатление, что Калорфул даже... Да, он не хотел телепортироваться, он пишет ГГ. Вот это уже больше похоже на 120-го. Есть время сбегать до холодильника, сделать там чайок, достать что-нибудь. Если есть, конечно, что достать. Офганировали запах. ВOOM' fuerte опыту. А �ндовальность 없начена то, что для тебя в управACT. Это... Офганировали разбитые... А prior по excuseю менталму прямо на другом... Безerry! Без Я заканчиваюсь. да Это было бы у вас, да? Теренас стенд! Паруга, перенас стенд Теренас стенд 5 경и Паруга, победу Паруга Теренас Ондед Теренас стенд Теренас стенд Теренас стенд Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да И возвращаемся Спасибо, что подождали Тиринас Счет 2-2 Напомню, что играют они в финале бо-7, а не бо-5 Так что это не пятое решающее А еще непонятно Ничего не решающая карта И Colorful Оооо, выигрывает Видите, время Благодаря Калиту На которого Пурдж сделал Архмаг И не сразу сделал Lightning Shield Столько, блин, фишек тут ДК бежит, конечно Он там может добить Кто добил? Что там, Акалит добил? Акалит добил Прибегает ДК А, Тролль добил Это же Тролль был вражеский Я думал, Акалит вроде как Ооо, вот это старт Вот это старт Не очень для Варденки Там Тролль был перекуплен И он стрельнул Тролль, конечно, за это ответил Что он никак от Варденки не убегает Кто-нибудь заскриннул, когда я записал Что 3-2 120-й победит Но это Босс-7 Я лучше не вспоминал бы об этой записи Ну, хорошо, что напомнил Ха! Ругаются Ругаются Корейцы ДК опять Шустрее, чем Эльфийский герой получает уровень И ничего сделать Варька не может Гули лечат Ладно, сейчас будет минус Гуля Тут есть Тролль здоровый Пытается окружить его Сейчас 120-й Как же он контролит Как же он как И зажал у дома Тролля у дома зажал И спасает Гулю Ё-моё Ау-а-у-о У нас 120-й демонстрирует Очень хорошее окружение Хантерс Холл На всякий случай, если базу будут убивать, второй Некрополь ставят Прибегают, знаете, к Андейду на базу, убивают мейн, типа бейстрейт, оказывается шахту надо было убивать А тут еще одна проверка есть, один мейн убиваешь, потом второй убивать нужно, а потом только шахту Очень грамотно играет 120 Очень грамотно Блин, ТГВН, такой ты занудый вообще Давайте забаним его На такой просто очевидный троллинг Ты, наверное, единственный, кто купился просто на это Как, 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 как Как, ТГВН, как можно в это было поверить, скажи Человеку, который в Варкрафт играет Естественно, это для того, чтобы сэкономить и для того, чтобы достраивать Акалитов Против Варденки на Харасе Естественно, это ежу понятно Столько очевидная вещь, что мы даже это не комментируем Потому что это тупо скучно, понимаешь, скучно Ёп, красота Реально, ну я надеялся, что кто-нибудь с ютубчика как-нибудь прибежит, купится, типа Вот это ты чего? Ты что, совсем, что ли, не понимаешь? Это ГВ не мог удержаться 16 дней за веру Тут вопрос, в кого веришь? Во что веришь? Блин, ТГВ был хорош Он, конечно, такой ворчун Легкий токсик, но он же хороший Но кто-то должен страдать Это закон мира Я страдаю, вы страдаете Должен быть баланс Так, Варя продолжает Харас Подрезает Гульку Там экспонту Альфа стоит А ты там дверь скрывает опять Парель рискует Надо валить отсюда уже Виспов Бы достроить на экспандер Короче, нужно выделить немножко времени для того, чтобы привести дела в порядок Ну, теперь, Colorful Мелти высоких Партифакт Не видел я какую-то артефакт Выпал и тут же был продан Варя освобождает инвентарь Коты-медвежатники Да ломится, она же не успокоится никогда Сейчас, подождите Типа, чё так долго кинуло мне? А того, как его ты забанил, другие могут помиловать? Могут Помиловать могут, разбанить нет А, Ocean of Regeneration Спасибо большое Понял Варя четвёртая Варя битая Там уже Арба Арба против Варден, конечно У неё и так армора по сравнению с Димкиной немного Почти в ноль опускается Банк филит Да, это понятно, да Переджимные Уже все сказали про реплэшмент Блин, я отходил, тут ТГВ отлетел Гридсокол Да, как-то Что? Айколайтер? Я даже не видел, кстати У меня, видимо, Смит Бир на этом В игнор листе Да Ну, пора, видимо Пора, видимо В это время 120-й пушит У него нет у самого, соответственно, базы Поэтому тайминг очень важный, очень хороший 50 лимита Три героя Три-два-один Варя четвёртая И понеслась Даггер в финда Ныряет в финда Три медведя Три дриады И почти три арчи Если тролля за арчу считать То три арчи И надо держаться Бук оф дэд Что? Где наши виспы? Виспани вытаскивает Не диспэрит ничего Почему? Уже все успели сплетануться Разбежаться Почему и шахты не вытащить? Сейчас, наконец, один из пол минус скелеты Пара дриад Минус третий лич Опасная ситуация для Варда Финт выкапывается Немного он прожил после этого Ещё минус дриада Дестройер на последних хитах улетает Нам не показали Но там реально у него здоровья осталось Нисколько И телепортируется Не подлетает Дестройер Это ошибка Оооо До него не долетел второй выстрел Короче, это был не размен Это было сражение в пользу 120-го Очевидно Но Немного времени для себя Colorful выиграл Не знаю, хватит ли ему Для того, чтобы реабилитироваться Варя вылетает вперёд И всё, ну, и вернуться Там он убил трёх дриад Он убил двух или трёх медведей Хотя трупов медведей я не нахожу Я уже только трупов дриад Да, медведей подозрительно много Видимо, за сейвом Может подумал с Colorful, что Сейчас пассивничать начнётся 120-й Но 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 его телепорт мне показался Чисто таким Чисто тактическим То есть это не Не сигнал о том, что я тебя не могу пробить И не буду пытаться А то, что нужно просто немножко времени На восстановление Но 120-й особо не торопятся Я вижу, что Нюабом вышел Бежит Я там подрегинил немножко ману Вынужден Куэл кидать в финдах Ох, рискует она Ох, она рискует Но в этот раз гораздо более удачный Чем прошлый То есть это реально выигрывает время Так Большой инвул Сейчас я уже не понимаю Почему 120-й не продолжил пуш Почему он сейчас Играет в Так скажем В уровень героев В криппинг Прям загадка Ты не хочешь Знаешься обман con Доброе холм Эта Держабль развлекуха Полетели Только-только сейчас долетает дирижабль полный медведей А там есть телепорт у деки? Вопрос Есть телепорт Тогда опять же Colorful немножко не рассчитал Там ТП на ТП А, нет, шахта минус ТП Минус шахта Став, телепорт Медведец спасти бы еще Ну спасти медведец, почему-то его в дирижабль не отправил Короче, у 120-го нет денег на экс Он может, конечно, наверняка что-то продать Для того, чтобы деньги появились Он это делает, будет восстанавливать Но сейчас, в общем-то, открывается для Colorful Это было довольно хорошая возможность на разводы То есть он должен восстанавливать базы Он должен ставить базы вообще как мун по всей карте При этом брать медведей в дирижабль И дропаться снова, отменять строящуюся шахту Стараясь при всем при этом избегать сражения с андедом Но это навсегда но не очень много Я перек 많иться Это на 2-2 покажение Но я добавил их И я подумал, что Абвки-кл-чур Это нужно бросить Я не знаю, что-то Я ещё буду бросать Но на февандец Абвки-клано Личные темпы, либо либо Ход Dee-клс Абвки-клано Я же, måste-то Я отменять Дэкл-чур Пошли базы Подрезает арчу Не может никак с базы со своей выбраться И разделил грамотно на две части армии О, вот это классная штука Кажется, сейчас Colorful будут принимать Прямо на мейне Лимиты у них вроде как сопоставимые Бедная варька, инвул ей нужен Персональный, нет, пошел, пошел Вот, 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 вот Бэйстрейд пошел Минус шаг там За телепортом побежал ДК И сейчас будет телепортироваться Дрядки тут же выскакивают С базы, телепорт на телепорт Успевает тем не менее умереть один медведь От фокуса Койла и новой И снова пытается шахту восстановить со двадцатой То есть ситуация какая Colorful не хочет и не может сражаться в лоб Он понимает, что методичным Методичными такими атаками на базу Андеда Он может его постоянно возвращать домой Ну и сто двадцатый должен как бы избегать этого То есть он должен перехватывать армию эльфа Чтобы не тратить телепорт, потому что у него деньги скоро-то закончатся Он не может просто так восстанавливать базу Без добычи единственную И при этом еще прожимать телепорты А вот у Colorful Деньги есть Добыча идет с мейна Строится еще одна база Я думаю, что он должен в правом верхнем углу снова ставить базу То есть чем больше баз, тем лучше Потому что выйти он не может никак 120 слил где странный крипах Аааа Вот что они там покричали Я не обратил внимания Дирижабли рядышком с медведями Так Макс подчеркивание эпич поддержал ваш канал на 100 рублей Очень плохо, Макс эпич Это Это сразу выпил Идет Это значит, что они все правильно сделали Раз такие люди проявляются Не, ну спасибо за соточку, конечно Но аккаунт я деактивировал уже Так, стараемся не отвлекаться Зависла угроза опять Все еще висит она И 120-й не может выйти со своей базы В это время в правом верхнем углу, как вы видите, тоже ставится база Пошла сеточка Сеточки Но по лимиту по-прежнему 120-го все приблизительно так же, как у эльфа То есть, если что, то сражение в лоб он, скорее всего, выиграет Варька опять залетает на мейн Дропает сейчас медведей Варя бедная там Так страдает, конечно, вот Койла и Новы А, прям дриады залетают Основная часть армии Просто Андеда сейчас в левом нижнем углу базу убивает Но Телепорт Базу Ой-ой-ой-ой Очень битый ДК Есть бутылка, он ее пьет Но это не конец еще Зажали ДК Телепорт покупает И влево уходит Но это, может быть, тоже еще не конец Хотя у Варденки нет Ману сейчас есть, кстати Делает блинк Да, могла достать Если б не Новы, то догнала бы и кинжал бы кинула Все равно убивает Хотел съесть Финда Дарк Ритуалом ГГ-5-120 Калорфул Калорфул, калорфул Как же он хорошо Контролировал эту игру По сути, за счет дропа После того, как была убита шахта Он ее Несмотря на все попытки 120 Как-то обойти, прийти, навязать сражение Отстроиться, защититься Не получилось А Красл тоже, видимо, минус Но 3-2 3-2 Блин, жалко, конечно Калорфул Так, пойду кофе поставлю себе. Скоро буду. Не хулиганьте, пожалуйста, а то начинается уже всякий. Одни о политике начали говорить, другие там, и все, и пошел поехал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Активировал. Логинься. Просто обычно такие шутки только продолжают волну. Лучше не... Всякие там режимы, проблемы. В такую толпу медведевика залетает. Но таким отчаянным можно быть, только если у тебя инвул, конечно, есть. И он... И он... Нага-нага минуснул. Хауль хороший там развал. Бах! Питлорд. О-о-о-о! Вот! Это, видимо, тот товарищ тоже. Спасибо тебе за соточку. Обычно... Может быть, это кто-то из этих, из новых товарищей, кто-то попереходил. Что-то обычно старенькие... Ну, знают, как у нас тут. Без оскорблений, аккуратненько. А, трипл ГГГ. Это он, да. Ясно. Что-то еще в личку там пишут. Говорят. Очень странно. А-а-а! Так нет, у него 50 аккаунтов. Это как раз один из тех, кто не переучивается. Это дисбэланс, который старенький. Си-си-си, который. Это вот все один человек. Ну, хоть соточки заносит. А-а-а! Сейни, говорит, поддержал. Говорит, я два часа бежала за вами, чтобы рассказать, как вы мне безразличны. Да. Разные люди бывают. Ничего страшного. Бывает. У стареньких просто все душные в игноре. Вот Смитбир у меня тоже был в игноре. Но. Я не помню, по каким причинам. Обычно в игнор добавляешь тогда, когда вроде человек и правил не нарушает. То есть пограничный. Но либо негатив, либо какие-то эмоции в любом случае непозитивные вызывает. Да ничего. Добро все равно победит. Понимаете? Слава богу, адекватных людей больше в мире. Ну, по крайней мере, положительно настроенных. Иначе бы не дожили бы просто так. Так что, вера в человечество должна быть какая-то. Какая-то вера. Да, Бесса? Бесс. Бесс. Что за игнор? Ну, я не понял. Бессочка. Что за игнор, я спрашиваю? Что ты? Все, нормально. Все, внимание. Ката в моем распоряжении. Хоба. Хоба. Шоу-шоу. Все. Захватил. Больше всего я скучаю, будем, конечно, по этим комментаторам по окончанию АВЛ, который постепенно все-таки подходит к концу. Финал смотрим. Финал неоднозначный. Но интересный. Предлагаю фишку, дать стримеру возможность выставлять стоимость анонимного доната. Выставлять здесь стоимость анонимного доната 3.2.2. Хай ругается. Да дело не в деньгах, какая разница. То есть, сколько бы ты ни закинул, все равно... А, ты хочешь, чтобы они просто больше платили? Да зачем? Зачем? Вордон говорит, 21 октября будет ровно 10 лет моему аккаунту. Ох, когда же ачивки уже будут, а? Когда же можно будет поставить себе в комнату какой-нибудь там знак, что ты олдфак, и что все вокруг щеглы, а ты чемпион. Да, Киксарио, я делаю локальную запись, поэтому после окончания финала я залью. А, кстати, могу залить сразу матч за третье место. Вполне вероятно, вы его пропустили. А, я их не разбивал, я им делал стоп-старт. Классную фишку сделали для приложения андроида. Теперь можно клипы просматривать. Да, Сомбра, но просмотр клипов сделали еще в прошлой, кажется, версии. Я вот все жду, когда обновится приложуха еще разок. Там анимированные смайлики, там фикс хромкасты, еще чего-то. Смотрите, когда там обновление последнее было. О, и у нас нормально, так, уже оценочки в андроиде 4+. Было 3.6, уже 4.4. Спасибо вам большое за оценки. У нас просто приложуха в андроиде, она была единицами в один момент довольно сильно ушатана из-за того, что братишкинов там, кажется, с товарищами своими хулиганили. И в результате оценка упала. Сейчас выправляется постепенно. Поэтому качайте, пользуйтесь. Там, кажется, даже внутри никакой рекламы нет. Видеореклама имеется в виду. Чисто приложение для просмотра трансляции. Причем новая версия. Принципиально там новая версия и по дизайну, и клипчики действительно можно смотреть. И вот я не знаю, когда оно в последний раз обновлялось. Как здесь посмотреть апдейт? Короче, пользуйтесь. Ссылочки на все приложения есть в футере сайта. Там на андроид, на iOS. Когда уже яблочко все допилят. Там сложнее с... Донат на ИГГС, маленький пропаль, что? Нет, Рассел, такого не должно быть. Такого быть не должно. 11 августа последнее обновление. Так значит вышло оно. Позавчера вышло. Отлично. Тогда там апдейт. Тогда там апдейт. Наконец. Просто у нас был МКЛ в пятницу. И мы, кажется, в понедельник еще упоминали о том, что не было апдейта. Последнее там было типа 20 июля, что ли. То есть все, приложение вышло в андроид новое. Обновляйтесь. 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 В чем сложность СТО с игров? А у нас разработчика такого хорошего, как на андроиде, нет. То есть доктор Рэй, который разрабатывает андроид, он разрабатывал почти с самого начала. То есть он все прям... Полные циклы там пошли. Сейчас какие победы играют? Да, 4 побед. У них босс 7. То есть Colorful нужно взять одну карту, 120-му 2. Да, в частности на андроиде смайли анимированные крути. Это в том числе. Там несколько фичей. Если хотите посмотреть фичи, надо лучше открыть новость МКЛ. Меняемся к лучшему. И там как раз перечислено все. Но вот фикс хромкаста и анимированные смайлики, это то, что я помню. Что-то еще связано было с клипами, но так не вспомню. Хороший висп. Ох, идеальный был бы висп. Знаете, какой? Который успел бы сюда прийти до того, как был поставлен первый зигурат. Тогда, собственно, нет зигурата. Подтянулись разработчики на ИОС. Солю по всему. Так, минус зигурат. Не хватает тут еще одного виспа. Чувствуете, как не хватает его? Четыре скелета. Такая толпень просто андетов идет. А вот и висп. Но первая пара скелетов уже раз... Или там один человек развалился. Да, у них хаос. Я тоже удивлен, что 120-й обыгрывает Муна, но сливает Colorful. Но вот любит говорить, что Мун проигрывает не кому-то, а себе проигрывает. В конце концов, естественно, сколько мы там... В первую очередь, естественно, каждый из нас, для того, чтобы стать лучше, играть лучше, он сражается не с противником. Он сражается с собой. Хватает ему там мотивации, усидчивости, таланта, времени, внимания, совокупности факторов, там, мотивации и так далее. Но Мун — это в особенности. То есть человек, который, в принципе, способен выиграть любого, и он выигрывал много раз любого, но чаще всего он проигрывает потому, что играет не на своем уровне. То есть он допускает такие ошибки, которые ему не свойственны абсолютно. То есть они, наоборот, ему уже свойственны, потому что он системно эти ошибки допускает. Вот. Поэтому в решающей пятой игре он просто не прожал ТП в ситуации, когда было времени миллион на прожимание ТП. Так же, как он в решающей игре против Фова на отборочных World Cyber Games там в 2007 году выкопал мейн. Просто на старте игры просто выкопал мейн. А потом 40 минут еще пытался вытащить игру, и почти ему это удалось. Короче, он как Соник, только корейского уровня. У него очень высокая амплитуда максимально классного действия, да, по сложности. То есть высокий микроконтроль, принятие решений, он может такие вещи вытворять. Но он может и такие вещи вытворять, что заливает просто катки. Да, он такой товарищ, очень амплитудный. И ему не надо было с 120-м справляться, ему нужно было с собой справиться, и все. Чай с ромашки. Кофе там, кофемашину, надо быстро там воды было залить, поменять. Времени не было, решил кинуть чайку, бахнуть. Ошибки интимного характера. Да, такие. Ой, какой неприятный крипджек для Калорфула. Ой-ой-ой, сеточка уже есть. На Нагу летят. Ой, бедная Нага, бедная Нага. Сейчас ее поломают. Минус Нага, раз. Дальше Арчат терпит. Дима, естественно, нарезает Нагу. Но он, кстати, может попасть в окружение тут легко. О-о-о-о, зря Нага не развернулась. Вот она, вот, надо было почувствовать, блин, тот момент, когда Дима должен был уже сваливать и начать Нагой уже на развороте стрелять. Тогда Димку окружить было бы значительно проще. Часик обновить надо было в Сёке. Да, там, скорее всего, не подхватывает динамически. Без перезагрузки страницы. Но все еще у 120-го нет экспанда, хотя мы готовимся, прям готовимся, там, не руки строим. Некрополь уже ждет, не понимает, куда ему Акалитов отправлять. А Дима там в Соленово просто мешает этому экспанду. Правда, в это время на мейне беда. Наги-то нет, выбегают только первые Дриады. Виспов футболит по полной программе. Не хватает у Демон Хантера. И не хватает внимания сейчас Калорфулу для того, чтобы отконтроливать и Виспов, и Дриад. Лечит Дриадку. Теряются парочка-тройка гуль. Ну и выходит Нага, наконец-то, она тут поможет. Но это удар. Это удар по экономике безусловный. Хотя бы из-за того, что Виспи пострадали. Гравди, да нет, сейчас кофемашины довольно простые. То есть главное, бери какую-нибудь проверенную бошевскую, почитай обзоры, посмотри оценки. Не обязательно дорогую, главное, чтобы... А, и не покупай прям принципиально новые модели без бэкграунда, хотя боши стараются те же самые. Ну короче, возьми проверенную. По конструкции, по надежности, чтобы она была выпущена уже, там, скажем, уже три года хотя бы поработала. Чтобы тебе не пришлось там детали менять по гарантии. Так, хороший. Так, так, так. Как же в разные стороны тормошит 120-й, видите, отвлекает. Но ряды классно переключаются, не дают... Не дают просто так бегать рядом. Хорошее замедление. Думаешь, Мун перегорает, если сравнить его игры за выход из группы в полуфинале? Мне кажется, что Мун играет лучше, если он играет не ближе к финалу. То есть, если он играет в спокойной обстановке, безусловно. Возможно, да. Возможно, у него есть какая-то штука с эмоциями, потому что... Ну, у всех есть штука с эмоциями. Вопросы в разном уровне контроля. У меня, например, вообще никаких проблем нет с эмоциями, да? Вот. Фоллантемплар говорит, Миша нагло врёт. Не берите бошевскую кофемашину. Взял теперь каждый раз, когда я её включаю, у меня кот паниковать начинает. Кота погладь. И не обязательно, конечно, бошевскую. У нас просто она работает где-то уже лет шесть. Хотя мы разок там меняли что-то так глобально. Помпу, что ли? Ух ты, как же Димка рискует. Ну, там есть стафф у Наги, понятное дело. Но... Блин, как же хорошо всё-таки с Т3 играть против Фандеда. С Димкой, с Нагой. Единственное, чего этому не хватает, это экспанда. Да, вот Нага может не уйти. Ставь, передавать надо. Это что такое? Он что, персоналку ему передал? Нашёл, что передавать. Нет, как она уйдёт отсюда вообще? А, нет, не персоналку. А что он ей передал? Он ей что-то передал, но не персоналку. Что он ей передал? Бутылка, которую она не успела пропить? Это маловероятно. Потому что там время было на пропивание. Может, кольцо? Да, кольцо. Перед смертью кольцо. Типа, чтобы она пожалела, что у неё не было этого кольца. Записку, ты умрёшь. Неплохо. Дестройер диспейль. Ну, чисто, чтобы подлечиться, в первую очередь. Ну, для дополнительного урона тоже порог. А, сапоги передал. Воооо, скорее всего, сапоги, но там действительно не успела нага оторваться. Сапоги, сапоги. Точно. Молодцы, молодцы. А, вы что, вы перемотали? А, вы перемотали просто. А-а-а. А я думаю, что такое дилей идёт дикий перед ответом? А вы, оказывается, те ещё мотатели. Я думал, вспомнил резко пять человек. Думаю, подозрительно как-то, что сразу нескольких людей вспомнил. Молодцы. Масочка 4-4, это минус медведь. Мишка. Отличный бёрн. На иллюзию. Вооо, говорит медведь. Он говорит, что вы молодцы, что сделали плеер с перемоткой. Да-а-а. Окей, хот-кей, ну да, он играет в варик. Он же там на дримхаке был на отборочных. К сожалению, кажется, из группы не вышел. Но играет. Или вышел на втором. Ну, кажется, нет, кажется, не вышел. То ли Тарзейну проиграл, то ли Димуслиму. Ну, по-прежнему 120-го работает Эксп. Конечно, там поставил стоп-пачки. Сейчас я как-то дверь открою. Может, из-за этого базу поставим? Опа, тут игра продолжается. От фонтана, от фонтана эльфы убирают Медведь не в форме, медведь не готов Став на медведя, хорошо Койл на дистра, спасает Маноберн отличный на 100 Димка с вампиризмом Лезет вперед Димка бит Очень мало здоровья у Демон Хантера Нет, став на КД Надо валить отсюда эльфу Персоналочка на... Дима уходит, на какой ценой еще минус медведь Короче Вы не поверите, но это 3-3 Это 3, точно 3 Потому что Экс поздноватого эльфа Потому что Герои андедовские растут на глазах И... все Заходил сосед, у меня ноут на всю кухню вещает Тот постоял, послушал, сказал Что они там сатану вызывают, что ли? Ха-ха Сосед Сосед Много непонятных слов А, ну хотя там корейцы еще кричат на заднем фоне Поэтому... Хотя, может быть, он знает корейский, но не знает Варкрафт Непонятно Какие же замечательные артефакты в 120-м Смотрите И свиток, и амулет, и большая бутылка маны Он сейчас получит 4-3-3 Пойдет и эльфа убьет Смотрите, 2 минуты есть Не, он тебя слушал, говоришь, вроде по-русски, нифига не понятно А может, я тогда Контроль Говорил Контроль Ну хотя да, если человек услышит Там лечили чарит, жув Погнали Он поймет только погнали Но не поймет, куда Маннаберн хороший Медведя гонят, минус Мишка 5 хитов Медведь 5 хитов Ах, добили все-таки И отчаянно сейчас будет сражаться за свою базу Colorful Отчаянно и без шансов Серьезно, без шансов Смотрите Смотрите, показываю Койлнова Ну куда ты, ну почему не По Медведю По Наге По Дриаде Лечи Дистра Поркет, минус Финт Лича Скоро придется лечить Личин Вул Это 3-3 Ну 3-3 это Ну вы не видите, что 3-3 Ну очевидно, что 3-3 Закопка прям перед В смысле просветка прям перед закопкой Маннабон Остается 2 Медведя 2 Дриады 2 Дистроера Нага Дима нарезает, конечно, старается Но что он сделает с четырьмя козами И с Нагой против такой Аравы Дириады больные Дистроеры живые ДК уже профил ману, правда Но в целом Но в целом В целом Эльф Развалился 71 лимит Оуу А, тык в эксп Хочет убить шахту Но это рискованная Такая поступка Еще один Маноберн Димы хватает Вообще на всех героев Все андэд're Все андэдовские герои без маны стоят. Став. Удар лапой. Не подставляй ДК. Что ты делаешь-то? Тележки без уже маны, к сожалению, не могут нормально ничего восстанавливать. Минус экс и ТП. Ну, это такой сейв ТП, просто чтобы вообще не рисковать. Да, я понимаю, что ты сказал про 2 минуты. А, уложился. Блин, ну прикиньте, еще поиграть варик-то, а? Месяца 3. Вообще же все встанет на свои места. Мозги приведутся в порядок. Практика поэта самая. 3-3. 3-3. А, красиво. Играй сегодня в варик, у меня бадминтон, говорит Сокол. На весь вечер бадминтон. Что-то вы с Олей подозрительно часто начали бадминтоном заниматься. Да, раз будет, как минимум, мы пройдем компанию за нот. Я, я прощу. Я прощу. Я прощу. Там еще мак отдыхает. Да. Мак отдыхает. Шесть игр. Просто посмотрели шесть матчей. Сейчас будет седьмая. Но не о каком-то 4-1, 4-2, в другую сторону. Речи уже не идет. Ее хо-хо пати говорит. 15 лет назад смотрел реплей с ВЦГ с комментариями майкера под чай с печеньками. Сейчас занимаюсь тем же вопросом, что не так с моей жизнью. В смысле, я... 15 лет назад я комментиал ВЦГ по реплеям. Вот. Сейчас у меня тоже в руках чай с печеньками. Сейчас тоже комментиал Варка. Все нормально вроде. О, Ранниган 5. Все-таки договорился, да? Поймешь, ну... Двое детей, школьник такой. Ё-моё. Что-то мне подсказывает, что ты не папашка, а... А как раз второй ребенок. Ну, очень странно, потому что формулировки агро такой. Мягкий знак забыл поставить. Запятые игнорит. А помнишь ВЦГ, говорит, сокол без мягкого знака тоже. Ну, ему можно. 10 лет назад. Русбрейн не ответил? Русбрейн ответил расплывчато весьма. Короче, он зацепился за шубу и сказал, что нужно сначала, перед тем, как покупать шубу, посмотреть видос по производству шуб. С самого начала, где норком лапы рубят, чтобы не убежали. Еще живых везут на фабрику, чтобы шкурка не испортилась. Вот. Настя ответила, что вроде не так нужна шуба. То есть, так, ну... Вокруг да около ходим. Ой, там кричат они, что ли? Я наушники снял. Они постоянно кричат. Марк Крам, говорит, жена думает, что китайские учу, чтобы в Китай свалить из-за комментаторов. Но это корейцы. Это корейцы. В Корее, кстати, прикольные. Особенно айтишникам, чем в Китае. Потому что, во-первых, там Самсунги, там интернет прекрасный. Айтишная страна прям. Вся в телефонах, вся в гаджетах. С английским там значительно все лучше, чем в Китае. В общем... Хорошая страна. В Корее свои моменты имеются. Ну, наверняка, наверняка товарищи сейчас кто-то смотрит, находясь непосредственно в Корее или в Китае. Так что у них информация-то нормальная такая. Более объективная. Сид, говорит, и работают 6 дней в неделю почти все. Я в Корее живу, говорит, Сьюринт. 24-11. Для ушей жены что китайский, что корейский один фиг. Это да. Хороший был удар. Было понятно, что не убьет, но близко было, что по хитам. 3-3. 3-3. Да, Энт, мэн. Это, безусловно, последняя игра. По крайней мере, на Африке. Там, говорят, в 6 часов еще турнир начинается. Но надо посмотреть, кто с кем, во сколько. Может и скипнуть на сегодня. Сьюринт на корейском что-то написал. Надо срочно модератором проверять, цензурный или нецензурный. Сказал. Да нет, но это студент, вы чего. Иллюзион. Предупреждение. А за что вы, дизель, чего? Там нецензурщина реальная какая-то. У них там весело, когда со вступительными экзаменами, конкуренция бешеная, не поступившие, периодически после этого прыгают с крыши. Еееееей. Откуда мы узнаем? Ну, есть же презумпция невиновности. Пока ты не узнал, как бы, не понял, не доказал. Что ты человека предупреждаешь? Нифига себе, вульдизель. А может, и правые пацаны, и обычные синевики в чатике. Что, модераторы совсем уже распустились. Это правда конкуренция дикой со школьной скамьей уже? Ясненько. Мана Берна 2. Он написал привет на корейском. Ага. Поздоровался на корейском. Подошел товарищ в форме. Нехорошо. Предупреждаем. Нет, что-то не сходится. Господи, оно началось. Не, ну, ребята, это... Разжаловать, говорит. Ура, все властенникам. Наги сразу на входе ее обули в сапог в красный, как только она из таверны выскочила, сразу же... И поползла, поползла. Аккум 없이 줍니다. Нага-си ей 힘을 주겠다. И все, они орут. И такое впечатление, что их там, знаете, у них браслеты, может быть, какие-то, которые шоковые. Их периодически будет. Эти хоро, которые выжат. И что-то, они любят. Это, наверное, и все, что-то, 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 это только. Очень близко барак. И 120-й как-то не очень горит желанием отдавать эту точку. Но бить барак таким количеством, это не совсем правильно, потому что он отрегенится на халяву. Плюс 120-й периодически получает удары и выстрелы по своей наге. Как это 3-3? Вот Александр Кот, в шоке сам. Колорфул, три карты у 120-го отжал. Три карты. Кот. Угу. Ну вот, Колорфул играет, в общем-то, по одной и той же схеме. У 120-го, правда, тоже вариативности в плане героев из набора юнитов нет. Ну, хотя, да, он то экспанд, то не экспанд, но, в принципе, у Колорфул тоже были экспанды. Хотя, скорее, как ответка на 120-го. Ну, на Эху Айл, вспомните. А так, в целом, он ставит эксп не в ущерб тиру. Странный был замах. Димка третий. Берн. Как же Дима тут доминирует, а? Как же он доминирует, ё-моё. И ещё один Берн на 75. Нет, Демон Хантер всё-таки самый, 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 самый универсальный и полезный герой против хандедов. Просто вот он столько уже лет служит верой и правдой. Понятно, что патчи какие-то выходят, там всякие появляются рейнджерки. В мете появляются бестмастеры, появляются киперы. Бебеги! 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 Что? Убежал всё-таки. Да, это был очень опасный момент для Демон Хантера. Вытерпел. Особенно я бы страхнул всё-таки. Я проржал ТП. Беги! Кричали комментаторы. Беги! Ты беги! Когда вот летел последний выстрел от Финда, я не знал, сколько он отнимет у него. Но пошёл Реджук. И сразу игра меняется. Так, берн по тележке. Пикså. Реджик. Пикас». Реджик. Ну, сейчас обычно ла-лай, ой, ла-лай, блин, Colorful ставит экспант, где-то вот как раз в районе 50 лимита, когда доходит до Т3. От карты, конечно, зависит, но... Все равно нужно думать о будущем. Вот со 20-ой думает о будущем, сразу лепит экспант. Сразу же идет экспант. Что там выпало? Что-то не очень впечатляющее, раз не кричали комментаторы. Да, там Тауреновская аура. Конечно, хороша, но есть у меня сомнения в том, что способен сейчас Colorful нормально отбиться. Ему даже не надо просто отбиться, ему нужно хорошо отбиться. И в контратаку сходить. Ничего себе, как смело здесь на отступлении 120-й подрезает красное. Видимо, телепорт будет оставлять здесь. Тоже аура Тауреновская выпадает. Я не понимаю, почему он здесь так долго остался, надолго остался. То есть там он потерял где-то двух финдов, гульку, ради парочки дополнительных нейтралов. Нейтралов. А, телега еще. Но сейчас у Colorful есть все-таки окно. Став! Не, ну Дим, конечно, безмятежный очень молодой человек. Он пошел делать бёрны. Имея стафф просто в инвентаре. Что это? Кой, кой, кой. Это Койл, видимо, у них, да? По-корейски. Вот Личи у них, прям Личи, как на русском. Личи Лича, они кричат. Став был и Наги, став. Да не, он его передал в последний момент, видимо. Хотя, блин, инвентарь полный, как он его передал. Я видел стаффу Наги, но он же не стаффал ничего, блин, до этого. Он должен был быть не на КД, а он вел себя таким образом, как будто на КД. Либо он находится у другого героя. Пошли, Дистры. 53 лимита. Виспы пришли. Ой, тут не рубка. Ой, позиция какая плохая у эльфа. Оставил Медведь 1-у. 6 виспов, форкет. 3 виспа. Лич 3-й. Один висп только пока задиспейлился. Второй висп. Так он добежал, классно. Но диспала не было. 61 лимит. Не вижу я тут нормального лимита у... у эльфа. Моноберни туда вообще. Перед ним вызвали иллюзию, он делает иллюзию в центральном вопросе. Став, став. Нет, не передал став. Минус надо. ГГ-120 чемпион. Да-да. Не, игры, конечно, очень странные. То есть, могу точно сказать, что в финале не хватало Муна. Не хватало Муна, просто потому что он проиграл в полуфинале. Этому же 120-му. Тоже в очень близкой серии. Но ввиду отсутствия инфи, тиаша, конечно, чего-то не хватало на финале. Но Колорфул молодец. Колорфул очень высоко добрался. И почти удалось ему, на удивление, многим. Чуть финал не выиграл. Чуть финал не выиграл. Было классно. Затащил 120-й. Щегол. Щегол победил. Там сейчас страйк закроет первую сложность на гладиаторе с Гримдиллом на спидране. Да, я видел это. Я видел, что он на дефалере отъехал вчера или позавчера. И что не сдается и идет дальше по челленджу. Это классно. Ну что, друзья, я с вами на сегодня пока что прощаюсь. Сейчас поставлю заливать запись. Пока не забыл, сразу поставлю заливать запись. Потому что по технически...